В принципе, это то, что нужно сейчас, потому что мы попросили предложить систему, и вот получается, что на данном этапе не требовалось какого-то там детального, глубокого расчета, так сказать, ну, всех там технических параметров. Для нас важно на этом этапе увидеть, что у вас складывается представление системное о том, как именно можно обеспечить остров энергии. Вот, например, мы имеем общий такой вид, не остров, а конкретно вот нашу площадку, о которой идет речь. У нас есть такой вот общий вид этой площадки, это из общей презентации, которую вы наверняка тоже всегда это увидели. Хорошо бы на него ориентироваться, потому что, глядя на него, становится понятнее, в принципе, о какой площадке вообще идет речь. Здесь, что важно, как мне кажется, что вы уловили и что вы сделали абсолютно верно, то, что вы как-то рассказали про все эти три варианта, на которые изначально жители Кильполы делают ставку, про солнечные панели, биогаз и ветряки. Но я бы хотел, что еще вас попросить добавить. Вот смотрите, например, когда мы обсуждали про ветряки еще на нашем погружении, я рассказывал и прикреплял там видео о том, что ветряки бывают у нас вертикально осевые. Этот ветряк – это так называемый горизонтально осевой ветряк. То есть относительно стойки его крепления, которое стоит на фундаменте, стоит либо в воде, либо на земле, ось, на которой вращаются лопасти этого ветряка, она горизонтальная. И поэтому это называется горизонтально осевой ветряной генератор. Он действительно неповоротливый, да, у него действительно есть такие минусы, как, ну, так сказать, зависимость от направления ветра и очень высокая зависимость от скорости ветра. Помимо этого, у него такие минусы, как высокая вибрация конструкции, от которой даже червяки просто расползаются и бетонируются, там, в зависимости от его, как бы, так сказать, размеров этого ветряка, да, фундамент под ним, он просто настолько бетонируется, что земля становится непригодной, которая, да, вокруг такого типа ветряков находится, непригодной для сельского хозяйства. Вот. Поэтому, да, это вот такие минусы, которые нам нужно понимать и на которые нужно обращать внимание. Вот. А если мы говорим про вертикальные осевые ветряные генераторы, это такого типа ветряные генераторы, которые вращаются на вертикальной оси. Вот. Давайте я покажу, как это выглядит, да. Вот, вот как это выглядит в реальности. Это такой тип ветряных генераторов, которые работают, ну, о которых мы с вами говорили в прошлый раз, которые работают от ветра любого направления, который дует, ну, как бы, так сказать, с любой стороны света. Вот. У них бывают абсолютно разные схемы. У них есть масса отечественных производителей, которые занимаются производством ветряных генераторов. То есть это доступная система. Вот. Значит, давайте посмотрим. Мы посмотрим с вами вот на такую диаграмму. Вот. Смотрим на диаграмму, из которой становится понятно, что при скорости ветра, в, например, там, 5-6 метров в секунду, да, в зависимости от размера, опять же, установки, до 20 киловатт может выдавать. Ну, это довольно крупная установка. Здесь, ну, различных вариантов много. Поэтому я что вам предлагаю? Когда вы говорите про плюсы и минусы ветряных генераторов, да, и мы добавляем в систему свою, мы обязательно рассматриваем варианты того, какие технологии сегодня применимы, существуют, да. То есть не ограничиваемся теми плюсами и минусами, которые были описаны когда-то для самой-самой традиционной технологии. Вот. Смотрим, какие варианты еще есть, и их применяем так, чтобы было понятно, что мы понимаем, что, например, от такой скорости ветра будет такой объем вырабатываемой энергии. Ну, да, при применении вертикальной осевов этой новой генератор. Сможем смело добавлять, про это рассказывать. Я буду очень признателен, да, и буду очень рад увидеть это в, ну, именно, как, как сказать, как дополнение к нашей презентации. Вот. И, в принципе, конечно, надо сказать, что я понимаю, что у вас есть общее впечатление, первое такое, что, да, у нас, как бы, та теория, которую мы даем, она, как бы, может расходиться с непосредственно практической частью, ту, которую, так сказать, ожидать. Но на самом деле наша задача сейчас, и вы ее отлично уловили, вот, Виктория, это именно помочь вам увидеть системность вообще работы с применением возобновляемых источников энергии. Вот. То есть вы с этой задачей справляетесь прекрасно и продолжаете. Единственное, да, что одно из вот таких основных пожеланий, чтобы дальше вы могли показать, что вы понимаете, примерно, какой объем энергии может быть выработан, да, из биогаз-установки, и, например, как эта установка может быть действительно, так сказать, интегрирована в общую систему. Ну, то есть, вот, например, команда «Другие люди», обязательно дадим им слово, да, они, на мой взгляд, на сегодня у нас самые такие, так сказать, пытливые именно технологии применения биогаза, и я увидел, что у них есть тоже, ну, они так, мы сейчас дадим им слово, посмотрим их презентацию. Мне очень понравилось то, что они говорят, ну, вот, мы надеемся, что, ну, мы верим в то, что технология этого биогаза, даже несмотря на, может быть, какие-то сильные там отклонения от расчетных или потребных, требуемых для, как бы, высокого КПД технологии условий, в общем, если, несмотря на эти отклонения, которые, да, так или иначе неизбежны, мы надеемся, что эта там установка будет работать, это тоже очень здорово, но судя по тому, с каким, так сказать, какой методикой они пользуются в подходе к расчету общего КПД, общей работоспособности в установке, видно, что компетенция у ребят очень высокая, и это не значит, что все должны рассчитывать в малярных массах, да, объем уделяемого газа, этого не значит, но значит, знаете что, очень важно нам иметь представление, как бы, для чего мы это все делаем, да, то есть мы прототипируем сейчас, но хорошо, когда мы можем прототипировать, опираясь не только на тот объем энергии, который мы потенциально готовы вырабатывать, да, но мы опираемся на тот объем энергии, который потенциально нужен, нужен нам самим на Кильполе, вот, эти цифры уже у нас в целом имеются, то есть у нас есть представление, сколько нужно нам тепловой энергии, сколько нужно нам электроэнергии, и давайте, опираясь на эти цифры, представим себе, каких размеров может быть наша биогазустановка, представим себе, что действительно на острове есть человек и группа людей, готовая поддерживать работоспособность этой установки в течение всего года, и, ну, понятное дело, что объем, как бы, вырабатываемого при этом, вырабатываемого газа, он будет меняться, вот, но мы, как бы, с одной стороны, идеализируем условия, да, а с другой стороны, мы понимаем, что даже та часть людей, которая на острове живет, 10 человек, да, например, это не, как сказать, не ограничение для нас, потому что мы понимаем, что есть хутора окрестные, и если мы действительно установим и настроим эту биогазустановку, то она будет поддерживаться не только жителями конкретно вот Гринкэмпа и ретрит-центра, а еще и будет поддерживаться жителями окрестных. Ну вот, то есть давайте переходить потихоньку в предметную область. Спасибо большое за презентацию еще раз. И сейчас по ходу того, как другие участники будут делать свои презентации, делайте заметки, делайте, в общем, для себя какие-то ПВД, и можете их смело добавлять, применять вот к своей презентации. Вот, спасибо, Виктория. Спасибо за комментарий. Так, дальше я предлагаю перейти к команде. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Кто хочет взять слово? Есть желающие? Спасибо. Команда «Айленд» готова рассказать про свой расчет. Команда «Айленд» есть с нами сегодня? Нет? Не вижу. Нет. Команда «Айленд» не здесь, я так понимаю, да? Ну, хорошо. Елена. Да. Давай подумаем про то, как можно дать право участникам нашим иметь совместный доступ к демонстрации экрана. Было бы очень неплохо. Так, демонстрация. Там, если вы администратор, можно зайти в участники, и вроде бы там можно права там администратора где-то, и там можно дать всем права администратора тоже. Тогда они смогут тоже подбить. Елена, попробуй пока, хорошо? А я дам слово тогда команде «Трипикалька». Здесь, ребята? Ребята, ну тогда давайте так, озвучите, какие команды здесь и потенциально готовы на то, чтобы сделать презентацию. Смешарики вот отстрелялись уже. Кто следующий? Ковские рыбы здесь. Отлично. Ничего, готовы рассказать? Наверное, да. Давайте, классно. Тогда сейчас я сохраню. У вас обновилось? Не получится дать им доступ, потому что я не являюсь администратором именно на диске. Угу. Угу. Так. Так, сейчас. Хорошо, я понял. Ничего страшного, тогда будем пока продолжать, как до этого работали. Сейчас, минутку. У меня почему-то слетел доступ в общей папке с домашними заданиями. Сейчас. Очень интересно. Так, ну у меня есть сохраненная. А можете, так, можно вас попросить скинуть, сейчас, секундочку, вот сюда на диск презентацию свою. У меня, кстати, с доступом что-то тоже произошло. Я не могу открыть нашу папку. Ага, очень. Хотя, 5 минут назад ее открывала, было все нормально. Интересно, да? Аграбью общее видео, да? Вообще, куда-то папка с энергией не вижу. Куда она делась? Очень интересно. Энергообеспечение. Так, ну хорошо. Давайте тогда так. Дичь какая-то прямо. Команда «Татарские рыбы». Могу вас попросить, тогда сделайте вот что. Вот на эту почту. В чат можете скинуть свою презентацию, пожалуйста. На эту почту я, которую в чат отправляют. Скиньте, пожалуйста, презентацию свою. Я какие-то успел сохранить презентацию, какие-то не успел. Буду вам очень признателен. Кто еще сейчас здесь и готов рассказать про свою презентацию? Команда «Другие люди» здесь? Подблотники здесь, мы готовы. А скиньте тогда тоже свою презентацию, пожалуйста, на почту мне. Я вот то, что в чат написал. А в каком лучшем формате? В формате Google презентации или PDF? А как вам удобнее? Можно PDF, нормально, подойдет. Команда «Другие люди» здесь? А мы здесь. Классно. Ну, вообще, надо сказать, ребят, спасибо большое за ваши работы и за ваши вопросы. Вы нас вчера буквально закидали, на самом деле. И это очень приятно видеть, как вам хочется реализоваться в этом. Хочется показать, что вы компетентны, что вы обладаете уже общими. И даже кто-то очень углубленными знаниями. И это правда очень приятно. Сразу чувствуется, что у нас как-то сообщество заинтересованных людей формируется. Сообщество единомышленных. Вот это очень приятно. И не принимайте близко сердцу, если где-то, допустим, чьи-то вопросы не дошли до жителей Кильповых. Потому что само по себе, так сказать, есть же такое… Короче, когда имеешь дело с энергией, всегда оставляй место для такого явления, как энтропия. И есть даже такое явление, как информационная энтропия. То есть мы, конечно, стремимся всегда к лучшему. Но при этом, так сказать, сама система на себя тоже очень много забирает. Так что такой поучительный момент и для нас тоже. Как оптимизировать все здесь наши процессы внутренние и работу. Так что, да, не принимайте близко к сердцу. Если кто-то не получил, например, ту обратную связь, на которую он рассчитывал или которую он хотел бы получить, все произойдет. Мы с вами работаем. Мы в процессе. Итак, кто-то мне прислал уже что-то? Давайте посмотрим. Софья прислала. Ага, я получил папочку на почту. Отлично. Так, ну что? Татарские рыбы, значит, да? Татарские рыбы здесь? Да. Ну что, тогда поехали. Сейчас я расшарю. Видно, да? Да. Ну, поехали. Ну, вообще, у нас было три идеи. Мы, как к этому пришли? У нас, ну, есть солнце, есть вода, есть ветер и дождь. Воду мы так сразу отмели, потому что, ну, как мы узнали, что там есть речка, которая неблагоприятна для выработки электричества. Поэтому мы решили остановиться на ветре, солнце и дожде. Но мы узнали, что 180 дней в году идет дождь. И использовать только солнце, это не выгодно. Поэтому мы решили либо смешать солнце и дождь, либо использовать ветер. Понятно, да. То есть, совмещенная система и применение энергии, значит, прямой солнечной радиации, а дождь что имеется в виду? Дождь, мы, есть две идеи. Мы используем, либо будем использовать саму кинетическую энергию дождя, либо потенциальную. Использовать их как для турбин. Либо использовать химический состав дождя, чтобы собрать конденсатор. Мы придумали на солнечной панели сделать такой слой, чтобы получился конденсатор, который будет использовать состав дождя как энергию. Да. То есть, вот это... Про технологию не очень понятно, в чем сути, откуда будет браться электричество. Что? Короче, подождите, сейчас почитаем. Да, да. Здесь очень интересная, на самом деле, технология. Я уже, как сказать, имел возможность познакомиться с ней вчера. Поэтому, конечно, я думаю, другим участникам просто интересно, если вы немножко подробнее сможете рассказать про саму архитектуру этой конструкции и про технологию вырабатывания энергии из вот этой пленки полиэтэтрофторэтилена. Вообще идея в чем? А, по сути, идея в статике, я правильно понимаю? Да, да, идея в статике. Да, но это не пьезо, да, какой-то там вариант. Понятно, что это статическое напряжение, да? Ну да. Есть потенциальный выходной эффект такой установки. Но мы его еще не рассчитывали. Понял, хорошо. Давайте, да, позволим договорить презентацию Ангелине и потом будем задавать вопросы. Ну, в чем задумка? Ну, мы будем получать электричество. Ну, КБД вообще на самом деле не такое огромное, как из солнечных панелей, но это очевидно. Но мы можем использовать эти дождливые дни, чтобы получать много энергии. Вообще идея в том, чтобы эти панели установить на крышах домов и обеспечивать сам дом, к которому, ну, отведена эта панель. Ну, если будет лишняя энергия, то мы, наверное, планируем использовать какой-то аккумулятор, ну, внешний, для сбора энергии. Вот. Понятно. Да, вот, ну, было бы здорово увидеть, конечно, так сказать, хотя бы схему, да, такой системы, вот. Здесь есть схема, как бы, конструкции, а дальше вот было бы интересно увидеть схему, как выглядят, значит, эти панели на здании, да, или там каком-то отдельном, на отдельных каких-то элементах. Ну, мы пока над этим работаем. Мы сегодня как раз хотели узнать насчет количества домов на этом участке и вообще сколько мы можем использовать, вот. И также хотели посчитать экономику, потому что, ну, вдруг это вообще не выгодно, потому что все слои сделаны из более дорогих материалов. Ну, допустим, тот же кремний или ПТФ, он очень дорогой, но так как мы используем очень тонкие слои, надеюсь, система себя оправдает. Вот. Ну, а есть уже такие готовые решения? Есть. Вот на данном слайде вы видите готовое решение китайцев, но мы сейчас работаем над новыми материалами, то есть мы придумываем свои слои, но берем основу. Вот. Мы пытаемся найти более дешевые материалы, потому что, ну, это очень дорого, то, что предлагают китайцы. Они сами говорят, что они не хотят это реализовывать, потому что затраты на сами панели себя не оправдывают. Ну, а очень дорого это сколько, они не говорят? Нет. Понятно. И здесь я смотрю, вы рассмотрели разные варианты аккумуляторов, да? Да. Расскажите немножко про это. Ну, вообще есть, ну, много же существует видов аккумуляторов, но самый такой долгосрочный, самый дешевый, это, мне кажется, литиевые аккумуляторы, и поэтому, наверное, мы на них перейдем. Ну, да, по поводу их, как сказать, дешевости, это вопрос, конечно, ну, так сказать, открытый, но, тем не менее, они действительно доступны, и заводов по производству литиевых, литий-ионных аккумуляторов все больше становится, соответственно, стоимость их резко сокращается. Плюс мы же смотрим на перспективу в будущее, ну, через пять лет, мне кажется, цена понизится. Вот. А есть какие-нибудь у вас, например, так сказать, идеи, где у нас подобную технологию могли бы, там, ну, производить материалы по подобной технологии? У нас имеется в виду, у нас в стране какое-то либо наукоемкое, там, может быть, предприятие. Где добывать эти материалы? Нет, где их бы, где производили бы вот эту пленку как раз? Кто бы мог ее производить? У вас примерно идеи есть уже, нет еще? Пока что нет. Ну, вот, можно об этом подумать. Хорошо. Вот, и здесь вы еще пишете про водородный аккумулятор. Что вы имеете в виду, если в двух словах? Ну, мы пытались его как, ну, мы его просто включили в список, но я сегодня посмотрела, что он дорогой очень, то есть он себя не оправдает. То есть иметь в виду водородный топливный элемент, да, наверное? Да, да, да. Ну, естественно, для него же нужен водород, и где-то его нужно брать, правильно? Да. И, в принципе, водород может быть и как продукт производства, то есть он, как сказать, есть, получается, в процессе формирования биогаза, да, один из этапов, и форма бактерий, которые, получается, повышают количество произведенного водорода из нашей биомассы. Вот. То есть водород можно получать из биомассы прямо на месте, не только электролизом, хотя, мне кажется, электролиз – наиболее эффективная технология, если речь идет конкретно про водород. Ну, просто электролиз, он тоже, ну, затратный, то есть, ну, его надо обслуживать. Ну, естественно, да, 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 и сами электролизеры. Да, хорошо, все понятно. То есть экономику хотите добавить и начать читать сегодня, правильно? Да. Ну, прорабатывать. Отлично, отлично. Все как-то, все правильно в этом плане, что сначала у нас формируется гипотеза, которую мы обсуждаем, после этого мы смотрим, стараемся понять экономику, да, стараемся понять целесообразность, и дальше, дальше уже, как сказать, подходим к более такому законченному прототипу. Что-то еще хотели добавить по своей презентации? В принципе, нет. Ну, здесь есть еще интересное у вас решение, я смотрю по поводу передачи энергии на расстояние. Ну, Эмрод мы хотим использовать, но тоже под вопросом. Есть идея Эмрода, вот. Как вы узнали про эту технологию? Не помню, на каком-то семинаре нам рассказывали. Простите, а по сути-то зачем она нужна? Почему нельзя просто кабель проложить? Ну, вообще же речь идет о экологии, типа... Ну, мне кажется, устанавливать какие-то антенны, что-то там и получать, я не знаю, насколько это более экологично, чем просто металл и он будет служить еще долгие годы. Ну, тем не менее, одно из решений, да, которое... Да-да-да, абсолютно логичный вопрос. Да, и надо почитать получше про эту технологию, если вы сможете как бы развить эту мысль, если думаете, что она действительно может быть актуальной, да, попробуйте найти какие-то технические характеристики, чтобы мы могли понять, примерно сколько стоит, например, там установить эту технологию, какое КПД передачи электроэнергии, такое, да, там на расстоянии, КПД процесса. Ну, то есть, вот эти моменты было бы интересно посмотреть, конечно. Вот, как гипотеза выглядит, выглядит просто, ну, как что-то интересное. Вот, у вас все, да? Да. Спасибо большое. Ангелина, правильно? Угу. Ну, в двух словах еще расскажите про себя, Ангелина. Вы откуда? Я из Краснодара. И команда у вас вся из Краснодара, правильно? Нет, нет, я единственная из Краснодара, а вся 167, ну, команда из Москвы. Угу, угу. Интересно, а откуда такое название тогда? А, я его, не я его придумала. Я, можно сказать, прицепилась к команде, вот. Ага, понятно, понятно. Ну, спасибо большое за презентацию, да. Значит, двигаемся дальше. Да, вот тоже же повеселило то, что, ну, солнце и плюс вода. Да, круто, потому что это радуга, да. Повеселило, ну, такой open-mind подход, по-моему. Молодцы. Ну, вот, да, значит, собирайте сейчас в процессе того, как другие участники будут делать свои презентации, пожалуйста, все конструктивные комментарии, которые вы услышите, и двинемся дальше. То, что у вас заложен подход к расчету экономики, уже прекрасно, потому что пора к этому переходить. Вот, спасибо, Ангелина. Так, кто, значит, у нас будет следующий? Подболотники, я так понял, здесь, да? Да. Ну, давайте пройдемся по подболотникам. Ну, сначала я бы хотел сказать, что... Прошу прощения, я прерву. У вас неправильный файл, там 25 слайдов, это должно быть 28. 28, хорошо. Так, хорошо. А можете сюда на папку его закинуть, нужные файлы? А я отправляла вам на почту, там точно есть. Я могу в чат еще раз отправить ссылку на Google Doc. Сейчас, момент. Смотрим почту. Да, вижу. Классно. 28, все верно. Сейчас, минутку открываем. Да. Видно, да? Ребят, видно? Грузится пока сказано, что вы запустили демонстрацию, но пока... А, ага, понятно, понятно. Сейчас, минутку прогрузится. Большая презентация. 28 слайдов. Не видно. Ждем, ждем. Сейчас загрузится. Давайте еще раз попробуем. Сейчас попробуем. Сейчас видно? Да. О, ну класс. Класс. Так, ну пожалуйста, да, ребят, представьтесь и расскажите про свою гипотезу. Так, ну, меня зовут Дима. Сначала буду говорить я. Вот в данной презентации мы затронули только теоретический гипотезный аспект. Вот, и она служит таким ознакомительным источником. Вот. Как и многие, мы рассмотрели три способа добычи энергии на острове. Вот, и сначала расскажу про ветроэнергетику. Угу. Вот. Добывать мы будем самым распространенным способом. Это с помощью ветряков. Угу. Вот, на следующем слайде описано, как он работает. Угу. Вот. Ну, то есть, вы хотите пока остановиться именно на таких горизонтально осевых ветряных генераторах? Или потенциально готовы рассмотреть вариант применения вертикально осевого ветрогенератора? Ну, мы рассматривали только горизонтально осевые. Ага. Ну, вот, понятно, хорошо. Рекомендую взглянуть на вертикальное осевое решение. Угу. Вот. Способ хранения мы видели производство водорода. Электрический ток. От ветряка он разлагает воднокислород и водород. Вот, и водород потом уже при необходимости можно сжигать. Вот. Вот, и аккумуляторы, эти ионные, сфинцовые и другие. Ну, смотрите, такой вопрос сразу, да, Дима, правильно? Получается, значит, мы по вашей схеме производим сначала электроэнергию от ветра генератора, потом ее используем, чтобы произвести водород, чтобы сжигать его в отжиженном, хранить в отжиженном виде или сжигать его. Здесь вот можете чуть поподробнее представить свою схему? Ну, то есть, имеется в виду, то есть, ну, смотрите, зачем нам производить водород, да, если мы можем просто использовать электроэнергию, что мы с ним будем делать дальше? Варианты? Ну, в принципе, не сможет, а сразу ее использовать. Наверное, такую-то лучшую, ну... Угу, 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 да-да. Ну, я к чему? Водород, получается, да, это у нас способ хранения энергии. Водород сам по себе, если мы не говорим не про термоядерный синтез, да, водород сам по себе, это, получается, удобный способ хранения и передачи энергии. То есть, например, да, мы взяли энергию от возобновляемого источника, вот как мы говорили, на самом деле, на прошлом модуле еще. То есть, мы берем... Ну, да, то есть, мы можем рассматривать водород как способ хранения и передачи энергии и с последующим его использованием. И это очень удобно, когда нам нужно, например, там, когда у нас есть хороший избыток электроэнергии, который мы не успеваем использовать и который остается даже уже после того, как мы зарядили свои аккумуляторы, да, например, которые у нас есть полностью, а ветер продолжает дуть. И что с ним делать? Вот в этот момент производить водород и дальше, точнее, ну, подключить к ветрогенератору, включить его в цепь электролизер, с него собирать водород, дальше его закачивать в резервуар, в хранилище под определенным давлением. Это все очень хороший способ сохранения избыточной энергии, да, от возобновляемых источников. Но это вот в том случае, когда мы понимаем, что мы с ним хотим делать дальше. То, что его можно хоть продавать, его можно использовать в своих системах, это очень интересная технология, но попробуйте представить себе, да, да, может быть, в долгосрочном масштабе это действительно может быть полезно, но вот в ближнесрочной перспективе, наверное, это было бы дороговато, да? Ну, да. Вот, но как прототип выглядит интересно и изучить интересно. Вот. Продолжайте, пожалуйста. Из недостатков данной системы можно выделить повышенную смертность птиц. Вот. И главным минусом ветряков является нестабильность и неравномерность воздушных потоков. Из-за этого у них небольшой КПД. Вот. А также из-за шума вредит фаунил, и плюс людям неприятно. И еще если носор будет стоять в ветряк, это как бы будет портить пейзаж природы, наверное. Ну вот, опять же, да, к слову сказать, вертикальный осевой ветряной генератор, он безвреден для птиц, и КПД его достаточно высокое, потому что работает он с ветром любого направления, лишь бы он был. Да, давайте дальше, пожалуйста. Дальше передаю слово с командником Ирине. Да, здравствуйте. Я буду рассказывать про солнечную энергию. Основные... Можно дальше, пожалуйста, смотреть? Ага. Способы получения солнечной энергии выделяют два способа – фототермический и фотоэлектрический способ. И в фототермическом способе у нас получается тепловая энергия, только тепловая. Она получается с помощью гелиосистем. Они разделяются на... По способу применения на гелиосистемы для горячего водоснабжения, поддержки отопления и нагрева бассейна. Дальше у нас... Можно следить? Угу. Пункт работы гелиосистемы – это под воздействием солнечных лучей нагревается теплоноситель. И когда температура в коллекторе выше, чем в аккумуляторе, контроллер запускает насос, играющая вода из коллектора перекачивается в бойлер, где мы получаем тепловую энергию. В фотоэлектрическом способе, как было вышесказано, мы получаем конкретную электрическую энергию. И коллекторами для солнечных лучей являются солнечные батареи. Угу. Их КПД будет составлять от 39 до 47 процентов. В облачную погоду вот как раз от до 39 процентов, когда у нас направленные лучи, и солнечные батареи получают нерассеянный свет, у нас КПД может достигать больше 47 процентов. Далее, как хранится солнечная энергия? Угу. Можно, пожалуйста, пониже? Угу. Можем использовать для хранения расплавленную соль. Она располагается на больших плантациях. Так как соль долго сохраняет тепло, мы можем в течение длительного количества времени, по-моему, до пары месяцев, сохранять солнечную энергию. И также для обычной энергии у нас используется аккумуляторы, такие как свинцово-кислотная, литий-ионная, никель-катневая и свинцовая. Более всего, по-моему, распространенные свинцовые аккумуляторы, они самые оптимальные в работе. И при проектировании систем солнечной генерации очень важно учитывать емкость аккумуляторов и мощность потребителей энергии во время работы. Достаточности работы солнечной энергии – это высокая стоимость панелей и возможность обеспечить полную их работу в некоторых местах. Непостоянный источник энергии, чем является солнце, то есть в туманную погоду мы не сможем получать достаточное количество света и тепла, которое может обеспечивать наши приборы. И в таких элементах при создании солнечных панелей и гелиосистем, они также являются дорогостоящими. И все-таки небольшой вид окружающей среде наносится, так как при работе солнечной батареи у нас выделяются в атмосферу опасные элементы и прониковые газы. И также является небольшой КПД установки, допустим, в сравнении с какой-нибудь горящей нефтью, горящим углем. У них, конечно, будет энергия больше, но, естественно, вред окружающей среде также больше. На этом я передаю слово моей сокоманднице. Пробию от того, что будет вести. Да, добрый день. Только позвольте пока минутку, да, Ирина? Буквально пару вопросов, такой короткий сразу. Или вы хотите сначала рассказать, а потом заслушать целиком отзывы и предложения? Как лучше? Я думаю, можем сразу все презентовать, потом полностью разбирать презентацию. Хорошо, давайте так, да. Да, всем добрый день. Меня зовут Кира, и я расскажу нашу часть про биотопливо. Можно, пожалуйста, скинушать? Привет. Пожалуйста. Как вы знаете, биотопливо бывает трех видов. Это жидкое, твердое и газообразное. Да, спасибо. Наша команда, как сказать, приняла разумное решение, что на Кирпале будет труднодоступно твердое топливо и некоторые виды жидкого топлива, поэтому мы будем рассматривать из жидкого топлива только биодизель, что под словом биодизель мы берем не сам вид биотоплива, а совокупность разных видов, так как это является объединенным понятием. Способы получения биодизеля – это растительного и животного происхождения. Сам биодизель представляет собой некий результат брожения и химических реакций вместе с одноатомными или, в некоторых случаях, двуатомными спиртами, за основу которых берутся разные жиры растительного или животного происхождения. Сам биодизель хранится, для него не нужно никаких специальных приспособлений, он хранится в обычных канистрах или тарах для нашего топлива, привычного в понимании. Энергию из биодизеля мы получаем при сгорании и уже непосредственно ее используем. Получается, мы не должны вычленить из биодизеля энергию, которую потом будем использовать в качестве аккумулятора, потому что это неразумно. Биогаз мы получаем с помощью водородного и метанового брожения, но сами процессы получения биогаза за счет этих брожений, они схожи, поэтому мы просто берем некоторое сырье, представляющее собой что-то органического происхождения. И получается, путем впрыскивания этого в самой же камере брожения все это дело приобретает вид газа, можно так назвать, и мы уже получаем сам биогаз, который можно потом использовать. Хранится он под давлением, в принципе, как и обычные газы, и используется при сжигании так же, как и биодизель. Минусы использования – это то, что сам биодизель очень мало хранится из-за того, что он является жидким продуктом и является органическим продуктом. Можно, пожалуйста, на следующий слайд? Также из-за того, что эти продукты получаются путем органического происхождения, и это естественные химические реакции, то нам нужна необходимость использовать большие земляные участки, так как это все-таки площадь затратной производства. И также, наверное, я передаю слово моим сокомандникам. Спасибо, Кира. Да, хотела бы сказать, что переход на восполняемые ресурсы – это очень важно, и мы рассматриваем в качестве одной из идей нашего проекта помощь в переходе обеспечения острого энергии на восполнимые ресурсы. Да, все верно. Действительно, это прочитывается, так сказать, в ваших предложениях. На этом все, правильно? Да, на этом мы заканчиваем. Спасибо большое, ребята. Видно, что у вас есть командный дух, что работать командный – это очень-очень приятно. Давайте тогда пройдемся по основным моментам, о которых вы говорите. Да, я сейчас дам такую общую пока обратную связь. Значит, вот первое, что вы рассказали про ветрогенераторы. Надеюсь, услышали, да, мои проблемы. Предложения, мысли и замечания, и, так сказать, критику в адрес именно такого традиционного вида применения энергии ветра, как горизонтально-осевые ветряные генераторы. В общем, попробуйте, посмотрите, поищите, добавьте. Если сочтете это нужным в своей системе, вертикально-осевые ветряные генераторы, почитайте про них. И попробуйте представить, какой объем энергии в зависимости от размера установки, ее хотя бы приблизительной стоимости и силы ветра сможет обеспечить, так сказать, доступная вертикально-осевая ухановка. Вот, потому что, видите, как даже те недостатки, которые вы перечисляете, получается, она сама по себе покрывает. Вот, было бы очень приятно увидеть, что вы это попробовали применить, что вы рассмотрели такой вариант. Дальше, что касается энергии Солнца, прямой солнечной энергии или солнечного излучения. Очень здорово, что вы рассмотрели не только один способ применения солнечного излучения, солнечной энергии, как прорабатывание непосредственно электричества, но и рассмотрели способ фототермический, то есть применение так называемых, применение энергии Солнца через так называемые солнечные коллекторы. Надеюсь, что у вас есть такое, как сказать, хорошее понимание того, как это работает. Получается, что коллектор, то есть было бы здорово, если бы вы просто нашли хотя бы небольшую схему того, как это выглядит. То есть вот есть солнечный коллектор, сама получается панель, есть аккумулятор, опять же, тепловой. И когда достигается разница температур, насос включает, есть вариант с насосом, есть вариант с полностью автономным коллектором солнечным, который, так сказать, из-за разницы давлений перекачивает рабочее наше тело, рабочую жидкость по коллектору, либо это вода, либо это рабочее тело, которое является теплообменником. То есть перекачивание происходит за счет разницы давления, то есть даже без циркуляционного насоса. Поэтому очень полезно иметь схему наглядную, чтобы самим себе представлять, какие плюсы и минусы у такой технологии есть. И я считаю, что такая технология действительно имеет место быть на Кельполе. Мы это видим. Но единственное, что, конечно, большим минусом является то, что, ну, как бы, климатические условия, то, что климат там на Кельполе, ну, оставляет желать лучшего. Это единственный, так сказать, барьер, который есть для работы с этой технологией. Поэтому, если вы, например, сможете углубиться вот в эту тему, да, и попробовать найти варианты применения солнечных коллекторов в более северных широтах, да, в условиях там умеренного климата, северного климата, будет вообще прекрасно. И плюс схемку добавить. Да, ну, про фотоэлектрический способ. В принципе, все хорошо рассказали. Единственное, что остался такой большой вопрос. А где вы взяли вот такие показания по коэффициенту полезного действия системы? Можете сказать? Ну, пока рассматривали в общих источниках информацию, но в будущем мы можем провести собственные исследования и вычислить. Да, попробуйте найти, так сказать, или же я вам сам попробую предоставить методический материал, то есть так, чтобы было понятно, материал, из которого будет видно, тот КПД, который является производителем. Потому что те системы, которые есть сегодня, да, кремниевые солнечные панели и более совершенные солнечные панели, которые сейчас разрабатываются, это не выше, в лабораторных условиях, не выше 30% коэффициент полезного действия. У них там 30-35%. А те системы, которые есть на рынке, это до 20% коэффициент полезного действия. Вот проверьте меня, пожалуйста, да, и вот проверьте эту информацию. И желательно подкреплять, всегда, когда какие-то цифры указываете, да, на которые вы опираетесь, давайте подкреплять их ссылками на источники, чтобы нам самим было проще вот в этом всем ориентироваться. Такое пожелание есть. Вот. Дальше про виды биотоплива тоже очень интересный рассказ. Понравилось то, что вы рассмотрели вариант использования биотоплива не только в формате биогаза, но и в формате биодезеля. Действительно, он распадается на субпродукты, так сказать, довольно быстро. Это вообще очень интересная история, связанная с применением биотоплива сегодня в Европе. Получается так, что одна и та же топливная инфраструктура, да, то есть трубопровод, используется для разных продуктов, то есть там используют, допустим, один трубопровод для подачи нефтепродуктов, для подачи биотоплива, а после этого осадки, которые остаются от биотоплива, они там остаются, нефтепродукты их подхватывают и приносят вместе с собой в системы, топливные системы, и в частности даже самолетов, которые не предназначены для такого рода топлива. Вот. И масса возникает сегодня проблем из-за этого. Действительно, он распадается очень быстро на субпродукты, поэтому он не очень хорошо храним, но его преимущество, в первую очередь, в том, что его можно использовать в качестве жидкого топлива, там, например, на тракторе, то есть все, что ездит на топливе, свойств, похожих на тот продукт, который у нас получается, можно приводить и на использование биотизеля. Знаю, что в некоторых странах развитых, в том числе в Америке, когда организовываются фестивали, экофестивали и прочее, люди приезжают на технике, обычно на своем собственном топливе, на топливе своего собственного производства, и для них это как такая марка того, что действительно они переходят на экологичный образ жизни. Да, спасибо за более-менее такой хотя бы общий рассказ про, в принципе, есть и способы производства биодизеля, да, с его хранением разобрались. Нравится то, что на самом деле, понятное дело, что у всех команд в итоге решение, так скажем, основывается на одинаковых источниках, но видно, что вы работаете самостоятельно, это очень приятно, вы большие молодцы, и просто давайте, как сказать, углублять то, что у нас получилось. Если кажется, что какая-то тема отдельная слишком сложная, не хватает методических материалов, говорите об этом, пожалуйста, чтобы нам было понятно, в каком направлении вы изначально видите дальнейшее развитие, и как вы прислушиваетесь к нашим пожеланиям на улучшение, на дальнейшую проработку ваших проектов. Вот, да, водородное брожение, метановое брожение здесь согласен, но мы как бы смотрим больше в сторону метана, хотя водород тоже очень интересный, интересный газ, с которым интересно работать. При этом надо сказать, что биогаз, конечно, далеко не самая экологичная, тем не менее, технология, да, смотрите, сколько углекислого газа как побочный продукт образуется в его производстве. То есть, ну, про это не стоит забывать, ну, ничего совершенного нету, да, в нашем мире, поэтому и то, что это коррелирует с пожеланиями местных жителей сейчас на Кильполе, и то, что мы сами увидим, когда дотуда, надеюсь, доберемся во время экспедиции. Действительно, биогаз – это будет одно из наверняка самых таких рабочих и лучших решений. Тем более, представьте, вот мы приехали, да, там, у нас 100 человек. Сколько мы будем производить там отходов биологических, да, нашей жизнедеятельности на этом острове за это время? Я уверен, что хватит запустить вполне себе производительный реактор, который производит биогаз, поэтому давайте потихоньку переходить к расчетам именно того объема, примерно, да, биологических отходов, органических отходов, которые будут нам доступны, чтобы представлять себе те объемы, которые, те объемы биогаза, которые на выходе мы сможем применять. Вот. Да, как энергию получить – это здорово, как она применяется – это здорово. Здесь вот единственное, что хотелось бы добавить более предметно, да, так как у нас есть уже общее понимание того, какие потребители на острове у нас есть, было бы здорово, если бы вы сразу стали думать в предметную плоскость и стали добавлять именно, так скажем, способы применения конкретно вот биогаза, вот конкретно на кильпы. Вот прям представляете себе этот остров, да, представляете себе систему, представляете себе, какие варианты ее установки, ее применения и какие есть входные и выходные данные. Вот. Спасибо большое за презентацию, вот, вы молодцы, очень здорово, что вы работаете в команде, еще раз отмечу, вот, надеюсь, вот эта критика, которая сейчас, ну, точнее, пожелание по ее доработке, которая прозвучала, показалось вам конструктивной и в соответствии с ней сможете дальше углубляться. Очень понравилась картинка, вот лапенка на титульной странице вашей презентации. Спасибо. Так, пытаюсь выйти из полноэкранного режима, F11. Ну что, кто готов следующий рассказать про свою презентацию? У нас 10 минут до перерыва, поэтому, да, давайте, я думаю, мы успеем еще кого-то послушать и прервемся тогда. Кто готов еще? Значит, татарские рыбы рассказали, смешарики рассказали, подболотники рассказали. У нас остается, у нас остается Трипикалька, да, Энергоблок, Эльмаринен и Айланд. А, еще другие люди, конечно, вот, как, мне кажется, передовые сегодня наши специалисты по применению биогаза. Кто готов, ребятки? Команда Трипикалька здесь. Алло, прием, прием. По всей невидимости, этой команды сейчас с нами нет. Смотрела участников, мне кажется, нету таких. Команда Энергоблок здесь. Тоже нету. Чувствую, что тоже нету, да. Тогда давайте команда Айланд, Булат, расскажите. Булат, добрый день. Вы с нами? Я за вас не расскажу, нужно, чтобы кто-то рассказал. Так, ладно, значит, Энергоблок, Трипикалька и Айланд пока отмалчиваются. Надо попробовать напрямую, я думаю, написать. Давайте тогда так, мы сейчас делаем 10-минутный перерыв. После этого вернемся, посмотрим, кто из команд готов тоже сделать презентацию. У нас остается Эльмарина, Энергоблок, Трипикалька, Айланд и другие люди. Вот. Если... Кстати, ребят, другие люди, вы как, готовы уже? Вчера мне Дмитрий от вас писал активно вечером. Есть что обсудить. Очень надеюсь, что вы, ребят, сделаете сейчас свою презентацию. Расскажете про свою технологию. Сейчас минуту, давайте я им напишу в Дискорд. Хорошо, давайте. Договорились. Все, тогда 10-минутный перерыв и возвращаемся через 10 минут. Итак, мы продолжаем. Слышно меня хорошо? Да, слышно. Слышно. Отлично. Значит, мы продолжаем с командой Эльмаринен. Кто еще у нас здесь сейчас из команд присутствует? Кому... Давайте я напишу. Значит, Эльмаринен у нас остались, да? Кого мы хотим сейчас посмотреть? Энергоблок, Трипикалька, Айланд и другие люди. Кто есть из команд? А мы есть. Мы это? Другие люди. Супер. Ну, ребят, прошу всех запастись терпением, да? Послушаем все презентации, далеко не уходите, потому что пока мы даем обратную связь для каждой из команд, наверняка, каждой команде будет полезным это услышать и применить. Применить для доработки своих проектов, для перехода к следующему этапу. Окей, тема приведения биогазовой технологии. Стой, стой, стой. Что ты туда? Куда? Ты же защищаешь сейчас. Да. Не ты сейчас защищаешься. Но я знаю, что нельзя. А тебя слышно? Звук выключи. Так, ребята, кто расскажет, кто представит команду, представьте, пожалуйста. Еще раз всем добрый день. Меня зовут Ван. Я буду присылать команду Эльмарину. Стоит сначала сказать, что данная презентация, она скорее ознакомительная и вводная, потому что на данный момент у нашей команды очень много сырой необработанной информации, которую мы в течение следующих двух-трех дней доведем до нужного вида. Мы сейчас изучаем энергию ветра, которая имеется на острове. То есть мы проводим статистику за последние несколько лет. Солнечная энергия, которая есть на острове. И как мы будем работать с био- и органическими отходами. Так как информации накопилось достаточно много, нужно немножко времени. И, соответственно, данная презентация будет как опора. И если у вас будут по ходу возникать какие-то вопросы, я на них с радостью отвечу. Спасибо, Иван. Приступайте. Начнем, пожалуй, сначала с проблем, которые на данный момент имеются на острове. И, соответственно, от них можно отталкиваться и строить какую-то гипотезу и стратегию выработки энергии и тепла на острове. Основная проблема, как мы поняли из-за общения с людьми, которые живут на острове, это грязная энергия. То есть сейчас пока что энергоснабжение – это как раз на дизельных и бензиновых генераторах, что не особо экологично и, думаю, обходится достаточно дорого. Потому что дизель нужно постоянно закупать. А также есть зависимость от континента, потому что нужно завозить как минимум газ, который тратится на отопление. А зимой это проблематично и, опять же, это достаточно дорого. Все-таки хотелось бы, чтобы остров мог быть полностью автономным и не зависеть ни от кого. Следующий слайд, пожалуйста. Пообщавшись, мы также выяснили, на что будет требоваться энергия. Это в основном инженерка, то есть это освещение, питание электроприборов и в перспективе также утепление помещений. Это мы рассмотрим чуть далее на примере биогаза. А также вода – это ее нагрев и насосы, которые требуют достаточно много электроэнергии. И различные прочие затраты, например, для приготовления еды или питания Wi-Fi роутеров. Мы проанализировали, какие есть источники, возобновляемых источников энергии. Это энергия ветра, энергия солнца и энергия природы – это биотопливо. Мы рассмотрим их по отдельности и потом сделаем вывод, к чему же мы в итоге пришли. Первое, которое мы рассмотрим, это энергия ветра. В принципе, у него есть достаточно большое количество преимуществ у ветрогенераторов. Мы рассматривали именно вертикальные, потому что установка горизонтальных достаточно проблематичная из-за размеров лопастей. А также требуется четкое место установки, то есть не должно быть ничего рядом, как высоту, так и рядом. То есть нужно будет либо вырубать лес в какой-то территории, что не очень хорошо, так как это национальный парк. И, во-вторых, будет портаться общий вид, потому что мачты некоторых ветрогенераторов могут достигать более чем 20 метров. Помимо вертикальных ветрогенераторов мы также еще рассмотрели горизонтальные осевые, но они не лопастные, а скорее похожи на турбины. У них тоже достаточно высокий КПД, потому что их стартовый ветер достаточно низкий, то есть может начинаться даже от 1 метра в секунду, что может, кстати, пригодиться, когда, например, пасмуртная погода. Но, как я уже сказал ранее, у ветрогенераторов есть и свои минусы. Это, например, нужно преобразовывать эту энергию, то есть напрямую нельзя подавать сразу от ветрогенераторов, нужно ее как-то запасать и преобразовывать. А также непостоянство выработки. Вот как раз тот материал, который мы не загрузили на презентацию, мы посмотрели, в среднем на Кильполе порядка 3 метров в секунду ветер. И почему мы решили отказаться от идеи с горизонтальными ветрогенераторами? Это не постоянство направления ветра, а перенастройка ветрогенераторов – это очень тяжело, горизонтальных, которые лопастные, потому что в течение дня направление ветра может достаточно сильно меняться, и это очень даже актуально для Кильпола. Соответственно, остается только вертикальные ветрогенераторы как самый разумный способ. Следующий слайд, пожалуйста. Энергия Солнца. Идея с солнечными коллекторами нами рассматривается как очень сомнительная, потому что, опять же, погодные условия на Кильполе достаточно тяжелые. И газ представляется как более перспективная идея, поэтому мы рассматриваем исключительно солнечные панели для получения электроэнергии. Какие у них преимущества? Солнце есть, несмотря на то, что достаточно пасмурная погода преобладает на Кильполе. Это доступность и бесшумность, что крайне важно и является преимуществом по сравнению с теми же вертикальными ветрогенераторами, которые все-таки тоже издают звуки, но солнечные панели этого, соответственно, не действуют. Какие недостатки? В принципе, очень похожи на ветрогенераторы, например, непостоянство выработки. Так как КПД доступных панелей, как вы уже ранее говорили, порядка 20%, средний показатель, который можно приобрести за достаточно относительно небольшую цену, это 18-17%, на Кильполе будет еще ниже этот показатель, потому что нам нужно будет еще оценить, каким образом зимой и летом есть путь солнца на небе. И, опять же, это погодные условия, которые будут также ухудшать КПД. И также данные панели требуют места, соответственно, нужно будет оценить пространство, то есть нужно понять, сколько домиков, и как они расположены, опять же, и смотреть, как нужно правильно устанавливать панели, чтобы экономить место. А основной показатель для панели, помимо КПД, это их площадь, потому что солнечная энергия, она как-то распространяется плюс-минус равномерно по площади. Следующий слайд, пожалуйста. И энергия природы мы рассматриваем как выработку биогаза, в чем мы рассматриваем как преимущество. На остров заводится природный газ, и это достаточно дорого. Отходов биологических их достаточно много, соответственно, можно было бы установить относительно небольшой биореактор в сравнении с промышленными, и с помощью него получать газ, а также удобрения, которые, скорее всего, понадобятся коллегам из сектора агробиотехнологий. Этот газ мы планируем использовать не сколько для выработки электроэнергии, потому что все-таки, чтобы вырабатывать электроэнергию с газа, самим газом телефон не зарядишь, например. Нужно его еще преобразовать с помощью котла или газового генератора в электричество. Тогда было бы целесообразно использовать когенеративные блоки. Это такие генераторы, которые одновременно преобразуют, ну вот при сжигании газа, часть отводят на тепло, например, на обогрев воды, а другую часть энергии в электричество. Но в плане электричества у данных генераторов достаточно низкий КПД, из-за того, что в основном газ всю свою энергию тратит на тепло, и, соответственно, их КПД порядка 25-30%. А у природного газа есть такой минус, что по сравнению с природным, содержание метана в нем в среднем в полтора раза меньше, а то и более, чем в природном газе. Соответственно, и энергия при сжигании биогаза намного меньше, чем при сжигании природного. Соответственно, мы не видим смысла переводить биогаз еще и в электричество, то есть использовать его для отопления, как говорят жители острова. Еще строится котельная, соответственно, это было бы целесообразно. Вот. Дальше, пожалуйста. Так. И еще, да, еще, следующий. Оценив преимущества и недостатки каждой системы в отдельности, мы пришли к выводу, что ставить какую-то одну нецелесообразно, например, из-за погодных условий. То есть может случиться такое, что продолжительный период времени солнечные панели будут просто не справляться, или, например, не будет хватать стартового ветра, и, соответственно, остров будет обесточен, и снова придется возвращаться на дизельные генераторы. А, как я говорил чуть раньше, использовать биогаз для выработки энергии, электроэнергии, не очень целесообразно. Соответственно, мы пришли к выводу, что нужно использовать комбинированную систему, то есть использование солнца, ветра и, соответственно, выработки биогаза вместе. Как это поможет? Это бесперебойность работы, взаимозаменяемость данных источников и повышение в целом энергоэффективности системы. Однако есть и явные недостатки данной системы. Например, нужен четкий план того, как это все будет строиться на первоначальном этапе. Если допустить какие-то ошибки при первоначальном построении, это может очень сильно замедлить проект, и, соответственно, будет продолжаться использование исключительно дизельных генераторов. Может быть, вообще вовсе придется отказаться от проекта. Также нужно постоянно следить за работой всей системы, то есть нужно отслеживать и работы биореакторов, которые крайне чувствительны к изменениям температуры, так как в биореакторе работают три группы биоорганизмов. Это очень тяжело отслеживать температуру, и нужно за этим постоянно следить. Ну и, соответственно, разветвленная система. Как мы узнали, все части острова, и которые принадлежат на остров, они автономны. Соответственно, на каждой территории, на каждом кусочке нужна своя система и контроль за ним. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, генерация. Нет, 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 вы как раз правильно переключили. Такое как общее ведение. Все уже до этого рассказывали про биогаз, про ветер и про солнечные панели, как вырабатывается. Но, опять же, у ветра и у солнца система хранения, в принципе, она очень похожа на аккумуляторных батареях. Скорее всего, будут использоваться именно литий-ионные, потому что они самые доступные. Можно было бы использовать более перспективные варианты, но это, опять же, дорого, и большинство таких вещей не находится на стадии проектов. То есть это то же самое, что мы бы могли предложить солнечные панели с пировскитными элементами, КПД которых может достигать 40 и даже 45 процентов. Но таких решений нет, и даже если они будут, то на первоначальных этапах они будут стоить крайне дорого и будут малоэффективны с экономической точки зрения по сравнению с обычными панелами. И, соответственно, как хранить биогаз в баллонах, это крайне просто, и потом использовать, когда это нужно. Вот, следующий слайд, пожалуйста. И, подводя все к итогу, мы получаем комбинированную систему, которая способна работать круглогодично и практически независимо от погодных условий. То есть если у нас есть, допустим, проблема с выработкой солнечной энергии, она будет заменяться биогазом, а также ветряной энергией. И, наоборот, так можно комбинировать. В принципе, это все на данный момент. Все остальное мы будем дорабатывать в течение оставшихся дней. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ван, да? Гульниан. Гульниан, да. Спасибо большое за презентацию. Тоже чувствую, что вы поработали командой. И было очень приятно услышать, то, что вы сразу прорабатываете возможность использования комбинированной системы. То есть не делаете ставку на какой-то один конкретный источник, а сразу продумываете возможность комбинации. То есть в своей системе закладываете два-три разных источника, что действительно позволяет обеспечить подачу энергии и наличие энергии, когда она необходима, круглогодично. Вот такой вопрос, например, говоря про комбинацию ветер и солнца. Вот, да, допустим, вот мы на эти два источника ставим ставку в том, чтобы вырабатывать электроэнергию. Мы с вами говорили, да, про то, что энергия бывает разных форм, то есть тепловая, химическая и, соответственно, электрическая. То есть электрическая, мы ее принимаем как, ну, так сказать, самую плотную форму из них. То есть как бы, чтобы из тепловой перевести в электрическую, ну, будут потери значительно выше, да, чем, например, из электрической перевести в какой-то другой ее вид. Ну, вот, ну, и вот такой вопрос, значит, вот ветер и солнце, при их комбинации какие могут возникнуть трудности? То есть как вы представляете, у нас, например, стоит батарея, да, солнечная, стоит ветрогенератор. Как нам их объединить в одну систему? Примерно представляете сейчас? Ну, на самом деле, если мы рассматриваем питание дома, да, ну, например, возьмем, да, что у нас есть ветрогенераторы, которые питают дом, и солнечные панели, которые питают этот же дом. Как я сказал раньше, в принципе, у них схожая система запаса энергии на аккумуляторах. То есть невозможно ни с ветрогенератора напрямую подводить электричество к дому, потому что выработка нестабильная, а для работы приборов нужен синсоидальный ток 220 вольт. Соответственно, все будет запасаться на аккумуляторах. Переменные, да? Да, да, требуется переменные, да. Не работают электроприборы в основном на постоянном токе, а солнечные панели, они дают все-таки постоянный ток. Соответственно, всегда нужен инвертор для солнечных панелей точно, потому что мы рассматриваем исключительно автономную систему без подключения к внешней сети. Примерно, я думаю, представляем, что нужен инвертор и, соответственно, система блоков аккумуляторов, которые будут запасать энергию. Да, еще контроллер, да, там контроллер. Да, 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 солнечный контроллер. Контроллер, и как раз-таки есть контроллеры, позволяющие комбинировать источники энергии, то есть ветер, солнце. И, соответственно, единственное, что важно правильно, грамотно рассчитать контроллер так, чтобы он давал, точнее, чтобы он работал с тем напряжением, которое поступает у нас от источника энергии. Вот, поэтому, да, здесь вот какие-то способы расчета, значит, того, какой именно контроллер для подобной системы нужен, было бы здорово тоже, ну, показать, да, или применить. Ну, посмотреть на них, ознакомиться с ними, если там возникнут вопросы, то смело, да, задавайте. Спасибо, учтем. Да. Потом, да, такой вот вопрос. Абсолютно корректно заметили, что есть потребности не только в тепле, да, и электричестве, но и, точнее, как мы используем электричество, да, например, там для освещения. И если мы говорим про то, что вот у нас есть источники биогаза напрямую, то, как вы абсолютно правильно тоже, как мне кажется, да, заметили переводить газ в электроэнергию не совсем целесообразно с учетом небольших объемов, в принципе, как бы запланируемого производства, да, биогаза. Поэтому, как вы считаете, вот, например, освещение на биогаз можно было бы перевести? Есть биогазовые лампы, если не оставлять. Да, да, в принципе, можно. Если жители острова рассматривают переход на такое освещение, то не проблема. Еще это такой вопрос, на самом деле, больше к жителям острова, какое освещение они на данный момент используют. Чтобы уменьшить затраты, в принципе, можно использовать энергоэффективные светодиодные лампы, которые по мощности звучания, скажем так, сопоставимы с лампами накаливания, но при этом потребляют намного меньше электроэнергию. Да, в принципе, можно использовать газовые лампы. Это не новое решение абсолютно, но придумано уже не первый год, и его можно использовать, если не ошибаюсь, даже есть отечественные производители таких ламп. Да, я думаю, что можно использовать. Вот смотрите, вот здесь у меня карта, это наша общая, получается, поляна, это как раз дом, в котором живет Григорий сейчас, о котором мы получили более-менее подробную информацию, в котором сейчас строится котельная, уже есть скважина с обвязкой. Первый этаж отапливается дровами, второй этаж будет отапливаться за счет котельной, и здесь же будет от котельной сушиться предбанник и душ, и горячая вода, соответственно, тоже от котельной. Соответственно, вот здесь потребность в газе высокая, и тем не менее на всю эту поляну нужно продумывать, да, и как инфраструктуру, так сказать, которую мы пользуемся. Поэтому было бы здорово, если бы мы думали не просто про то, какое количество, например, домиков, да, у нас нужно нам обеспечить энергией. Ну вот, например, даже свет вот в бане провести, ночью идешь, да, чтобы здесь вот был свет. Например, это вот очень важный такой момент. И здесь вот как бы, опять же, световой день довольно короткий на острове, продумать вот эту инфраструктуру. То есть попробуйте, и это вот касается всех, на самом деле, участников, попробуйте теперь, вот переходя от ваших уже гипотез, от ваших предварительных проектов, переходить вот уже на конкретную локацию. Давайте думать, какие способы, как бы, так сказать, обеспечения энергии именно вот этой локации будут, так скажем, наиболее эффективными. Это то, о чем мы сейчас с вами говорим. И вот что самый важный момент. У нас есть с вами общее представление о том, какой объем энергии требуется вот примерно для такого, такой небольшой части нашего поселения, да. И мне бы хотелось, чтобы вы не ограничивались там мыслями о том, что, ну, вот, например, на этот дом нужно 5 киловатт электроэнергии, 5 киловатт тепловой энергии и сколько-то еще энергии для того, чтобы приготовить пищу. Плюс еще сколько-то энергии, чтобы это все осветить. Чтобы ваше в итоге проектное решение, оно зависело не только конкретно, да, вот от потребностей вот такого небольшого формата, ну, как сказать, части поселения, да, не только от этой части поселения, а в принципе, чтобы эта установка, которую мы с вами разрабатываем, систему, которую мы разрабатываем, чтобы она была, ну, так сказать, универсальной. То есть, допустим, мы разработали систему, представили, что мы ее можем применить вот здесь и посмотрели, обеспечит ли она в полном объеме энергии такую часть поселения. Если да, хорошо, как мы ее дальше можем масштабировать так, чтобы, например, поселение в 10 раз больше, чтобы наша система легко масштабировалась. То есть, такое мобильное решение мы с вами разрабатываем на самом деле, потому что хутора на острове, они находятся все в разных уголках, да, и у нас есть еще вот такая карта. Видно, что они разбросаны, все эти хутора по острову, поэтому будет, на мой взгляд, очень логично, если мы с вами будем сразу закладывать какое-то мобильное такое одно решение масштабируемое, то есть универсальную систему, подходящую и для такой локации, и для такой локации, и для такой локации, то, что вы рассмотрели сразу варианты с вертикально осевыми ветрогенераторами, это отлично, это очень, как бы, такое конструктивное решение, и, ну, и это преимущество, на самом деле. Вот, это основное, что хотел сказать. Можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Касательно того, о чем мы сейчас говорили. Вот мы с нашей командой как раз сейчас составили более подробную карту острова для наших нужд, и мы начали разрабатывать как проект по подобию такой некоторой адаптивной масштабируемой системы, то есть год, пять лет, двадцать, сто, то есть от нас еще требуется составить не просто, как мы будем вырабатывать, допустим, да, электроэнергию, но и показать, как это будет разрастаться на острове, я правильно понимаю? Ну, да, как это можно было бы масштабировать, то есть вот универсальная система масштабируемая, например, если это ветрогенераторы плюс солнечные панели, при каком увеличении, ну, то есть, чтобы было видно, что, например, система позволяет увеличение, да, в случае как бы необходимости. Или, например, сделать так, что вот можно так тоже продумывать, что, например, в одной части острова у нас ветер более стабильный, немножко там возвышенность, например, да, в другой части острова, например, больше пространства для установки солнечных панелей, а в другой части острова прямо удобно всем собирать там биоотходы, да, то есть органическую биомассу, и получается, вот у нас есть три точки энергогенерации, которые мы впоследствии можем распределять на острове, но изначально, то есть, да, чтобы такую систему представить уже в масштабах острова, да, изначально ее хорошо бы представить сначала в масштабах вот конкретно вот этой локации, где у нас будет как раз наша площадка, то есть где вот сейчас строится душевый туалет, где будет общий инженерный узел плюс котельная, то есть вот представить, да, как наша система работает здесь, дальше уже представить, как она работает в масштабах этого острова, чтобы просто, когда мы эти проекты уже, так сказать, подготовили, чтобы просто, когда мы их показали даже там человеку на острове, чтобы он прям увидел и сказал, о, правда, вот это решение действительно, я вижу, что оно обеспечит, то есть оно как бы работает и в рамках одного небольшого хутора и в масштабе всего острова. Хорошо, спасибо большое. Надо сказать вот что, чтобы вы понимали, да, что работа, которая сейчас делается, чтобы вы, во-первых, не переживали, что если, да, действительно презентация, она как бы нужна для того, чтобы вам было, ну, на что опираться, когда вы рассказываете, я не отсужу сейчас о степени проработки качества там ваших систем, исключительно потому, что вы написали презентацию и как бы я прекрасно понимаю, что у нас идет процесс, да, то есть мы сейчас с вами обмениваемся данными, сведениями, получаем обратную связь, то есть за это вообще не переживайте, самое главное, чтобы вы принимали, да, конструктивное предложение, дальше какие-либо у вас будут возникать вопросы по ходу, смело, в общем, да, давайте делитесь ими и будем как бы делать максимально приближенную к реальности систему. Вот. Спасибо большое за презентацию, ребята. Молодцы. Так, дальше. Дальше у нас. Ну что, команда энергоблок у нас здесь. Трипикалька, энергоблок. А, есть другие люди. Отлично. Да, ребята, я знаю, я вас прям это берегу. Ну, как сказать, как на очень такой яркий момент в вашу презентацию. Я просто хочу понять, да, ну, потому что ребята сделали тоже свою презентацию, а что-то я их не вижу, не слышу. Что-то они где-то потерялись у нас. Трипикалька, энергоблок и Айлан. Есть кто-то из этих команд? Ну, если никого из них нет, давайте, ребята, другие люди тогда отскажите. Да, мы готовы. Да, сейчас, минутку. Я тогда загружу вашу презентацию. Кстати, по-моему, мне удалось удалось подключиться так, чтобы у нас было совместное использование. Вы сейчас можете что-то сделать? Попробуйте. А тут нельзя, чтобы мы сами делали? Давайте, можно, конечно. Давайте, давайте, без проблем. Видно, да, презентацию? Презентацию видно. Ну, все, тогда приступаем. Писайте тогда, пожалуйста, и скажите про ваш проект. Спасибо. Тема применения биогазовой технологии для получения электроэнергии на острове Кирпала. Проблема. Жители электрит-центра острова Кирпала вождаются в электроэнергии, но используемый сейчас способ ее получения не соответствует целям устойчивого развития. Следующий слайд. Решение. Использование электроэнергии, полученной из биогаза. Следующий слайд. Цель. Предложить способ, удовлетворяющий потребности жителей. Ретрит центра острова Кирпала в электроэнергии и соответствующий целям устойчивого развития. Идея. Биогазовая установка, работающая на органических отходах. Чтобы получить в сутки 3 км газа, необходимо загрузить камеру брожения мелко нарезанными и разведенными в воде органическими отходами. Герметичное закрытие и обеспечить подачу постоянной температуры от 25 до 30 градусов. Перемешивать содержимое минимум 2 раза в сутки. Полученный газ соберется в газовое дерево. От улода по трубам соберется в баллоне или доставляется потребителю. Ресурсы пищевые отходы, трава и листья навоз. 200-литровая бочка обеспечит нас 3 кубами газа в 7-10 дней. 500 гостей за сезон оставит достаточно отходов. 2 козы обеспечат навозом. Дальше. Развитие 5 лет. Через 5 лет на острове Кильпова будет запущен биореактор с использованием отходов и навоза соседних поселений. Следующая столь. Развитие. Развитие, соединив септик и биогаз, поселение на острове Кильпова избавится от всех органических отходов и будет постоянно полностью соответствовать целям устойчивого развития. Стоимость. Дальше. Стоимость самостоятельная сборка оборудования обойдется в 8190 рублей. Мы провели расчеты и выяснили, что... Мы провели расчеты и выяснили, что самостоятельная сборка нашего оборудования обойдется в 8190 рублей, а вырабатываемый газ станет хорошим под спорем в хозяйстве. Его можно использовать для приготовления пищи, отопления дома и других нужд. Дополнительный бонус. Процесс преобразования органического сырья, биогаз, называется ферментацией, а биоодобрения, полученные после переработки исходного сырья, можно использовать для удобрения грядок и сада на острове. Такое удобрение называется компасным перегноем. Риски. Риски у нас в том, что может падать температура и сама биогазовая установка будет вырабатывать меньше газа. Но сам газ не перестает вырабатываться, но он будет просто в меньшем количестве. Следующий слайд. Бизнес-модель. Наш план развития биогазовой установки на острове, мы отразили в бизнес-модели. Ну, немножко расскажите про бизнес-план. То есть, это производство энергии, да? Да. Андрей, закончили или еще хотели что-то сказать? Ну, вроде все. Спасибо большое за вашу презентацию. Видно, что вы подошли к этому, именно к теме биогаза максимально подробно. И это похвально. Единственное, вот сходу возникает вопрос. Вот вы говорите, использованные электроэнергии, полученные из биогаза. Вы можете рассказать, да, как вы планируете это делать? И какой расчет приблизительный с учетом энергоэффективности этого процесса есть у вас? Да. За технический расчет у нас отвечает другой участник команды МИД, он до сих пор еще все считает, но сейчас его нет, поэтому мы не можем ответить дел. Хорошо, да, все в порядке, даже не переживайте я к тому, чтобы... Главное, чтобы было понимание того, что это процесс, который требует... ну, который подразумевает определенный коэффициент полезного действия, да, то есть, как вот другие участники уже сегодня озвучили, с учетом того, что на первых этапах, на ранних стадиях производства биогаза, его объемы будут незначительны, да, ну, целесообразно, на наш взгляд, фокусироваться именно на прямом применении получаемого биогаза, да, то есть, для его сбора баллона и использования для приготовления пищи, для нагрева воды и вот потенциально для освещения самой, значит, ну, то есть, самой кильковой, то есть, самих площадок, самой нашей летней лагерной площадки потенциально, ну, и дальше уже, в зависимости от возможностей увеличения объемов производства биогаза, да, уже закладывать вот такие системы, как производство электроэнергии из биогаза, посмотреть, насколько это будет целесообразно. Вот. Понял, спасибо большое за презентацию. Да, мы хотим за две недели попробовать хотя бы скипятить воду в чайнике на этом биогазе. Здорово. Да, и хотя бы сделать одну лампу, да, один фонарь, который будет освещать там, может быть, чью-то палатку или, может быть, хотя бы общее место, да, там, какой-нибудь перекресток на дороге. Вот. Здорово, большие молодцы. Чувствуется, что вы взялись за одну конкретно тему, в нее смотрите, ее развиваете. Чем более прикладным в итоге будет ваш проект, тем больше вероятности того, что мы все-таки, да, на месте это реализуем. Вот. Все вместе. Андрей, я единственное, что еще хотел, обратил внимание, что, например, вы когда говорили про газгольдер, да, у вас, ну, вы как будто незнакомое, да, что-то. Газгольдер – это просто наш, получается, общий резервуар для хранения газа. Это, по-моему, это немецкое слово – газгольдер, а вообще, это вот английский эквивалент to hold – хранить, да, газгольдер, газгольдер. Вот, так что не стесняйтесь, это слово очень распространенное. Все отлично. Спасибо большое за презентацию. Большие молодцы. Ждем следующей итерации от ваших расчетов. И, да, мы на связи. Пожалуйста, пишите по мере возможности. В общем, отвечаем, уточняем всю нужную информацию. Спасибо большое, вот, Андрей. Да, значит, хотелось что еще сказать? Да, нет. Давайте, значит, все-таки поймем. Еще у нас три команды осталось, которые не рассказали. Энергоблок, Трипикалька и Айла. Кто-то есть из этих команд? Чувствуется, что нету, да. Ну, вот Булат и Галимов есть. Булат, вы здесь? Давайте тогда так поступим. Мы сами с вами посмотрим их презентации, да, и посмотрим, есть ли что-то, что было бы нам полезно всем вместе обсудить и понять. Ну, значит, это больше похоже на расчет, вот, презентация от ребят команды Island, да, то есть остров. Ребята сделали предварительный расчет размера солнечных панелей, то есть это панели с фотоэлектрическим эффектом, которые работают, да, от прямой солнечной радиации. И пришли к выводу, что панель должна быть хотя бы, ну, обладать мощностью, то есть обладать энергией на выходе по 20 киловатт. Довольно крупная панель представляется собой. И здесь хотелось бы вот как раз рассказать про то вообще, что мы планируем в плане проведения практических и лабораторных работ на самом острове в процессе нашей экспедиции. Давайте я про это немножко подробнее расскажу. Сейчас мы найдем этот слайд. Да, значит, вот что я хотел рассказать. У нас, помимо прочего, на острове запланированы... Сейчас, минутку, я остановлю видео. Помимо непосредственной реализации тех проектов, которые будут готовы для того, чтобы их реализовать на острове, да, у нас запланированы несколько лабораторных работ и несколько практических занятий. Я сейчас сделаю совместный доступ к звуку. Значит, наши занятия лабораторные и наши практические работы, они подразумевают, что... Так как вы все правильно, как участники, уже уловили суть того, как работают технологии наши, о которых мы говорим, технология применения солнца, технология применения ветра, технология применения органики, то есть для производства биогаза, мы уже с вами хорошо понимаем, какие примерно эффективности этих процессов существуют, что сами по себе солнечные панели, доступные сегодня на рынке, очень неэффективная на самом деле технология с точки зрения просто того, что мы говорим про северные широты. Давайте, знаете, как... Да, и, значит, какие у нас запланированы лабораторные работы? Первая лабораторная работа у нас запланирована такая. Это даже такая лабораторная практическая работа. Мы планируем сделать, провести такие испытания. Мы возьмем солнечную панель, мы сделаем поворотный механизм и постараемся, так сказать, повысить эффективность применения солнечной панели, работающей с фотоэлектрическим эффектом. То есть, смотрите, значит, я сейчас покажу наглядный пример того, как это работает в большом масштабе, а потом покажу те механизмы и способы, которые мы будем применять, которые мы будем, так сказать, которые мы попробуем организовать у нас на Китпле, которые мы организуем. И сделаем это для того, чтобы понять, насколько мы сможем повысить эффективность от применения солнечных панелей на фотоэлектрическом эффекте. Сейчас посмотрим, работает ли у нас звук, совместный доступ к звуку. Скажите, работает звук? Уникальный дом под названием... Да, работает. Это презентация, точнее, это видео. Мы с вами посмотрели на то, что существуют доступные довольно способы совершенствования системы применения возобновляемого источника энергии от прямой солнечной радиации. И на что похоже вообще в природе? Есть какие-то такие примеры у вас, когда, например, допустим, растения подстраиваются под положение солнца на небе? Под солнечные. Да, правильно. Вообще, сам по себе процесс применения возобновляемых источников энергии, я вам так вот скажу, это на 50% зависит от того, насколько мы понимаем природные процессы, как мы можем имитировать какие-то природные уже механизмы существующие и как бы создавать природообразные, природосообразные решения, находить эти решения. То есть, ну, буквально, в буквальном смысле мимикрировать, да, в природную среду. Получается, что действительно те минусы, которые мы с вами обозначили для применения солнечных панелей, они очевидны, да, то есть панель, она занимает много площади, она не дешевая, она не очень экологичная в производстве, и в итоге мы ее привозим на север, ее останавливаем, и что мы имеем? Мы имеем, там, ну, порядка 100 ватт с квадратного метра. Да, с учетом, с учетом, вот давайте, знаете как, тоже очень такой важный, интересный момент, для того, чтобы понимать, сколько солнца, сколько энергии солнца доступно в той или иной широте, можно посмотреть на карту. Карта эта выглядит так, то есть это карта солнечной энергии, можно так сказать. Вот, эта карта нам показывает, сколько солнечной энергии доступно в той или иной широте. Ну, можно прям даже пойти, да, на Википедию. То есть, да, по этой карте мы видим, что, например, примерно на широте, ну, отсюда плохо видно, но примерно на той широте, где находится Кельпло, ну, это порядка от 100 до 150 ватт на квадратный метр доступно солнечной энергии в хороший солнечный день. Да, да, мы, то есть, в лучшем случае, при, там, при, ну, как бы, очень эффективном решении, ну, мы будем собирать, даже, видите, меньше, чем я сейчас сказал, то есть от 30 до 50 ватт с квадратного метра доступно. Вот, соответственно, ну, эта карта, я так понимаю, такой усредненный параметр, вот, 18 ватт в единицу времени доступна на нашей Земле от солнечной энергии. Да, то есть, это усредненный показатель. Соответственно, можно найти подобного рода карту, более, как бы, так сказать, применимую и понятную для широты, на которой находится Кельпло, ну, на которой находится Ладожское озеро. Вот, для более подробного расчета. Соответственно, мы понимаем, что солнца там мало, на самом деле, к сожалению. И мы понимаем, что существует, то есть, нужно применять какие-то решения, да, которые есть для того, чтобы повысить эффективность использования солнечных наших вот батарей. Такие решения есть. И одно из таких решений, это, я вам сейчас его покажу, это создание поворотного механизма, да, поворотного механизма, который бы позволил нам, видно, да, рабочий стол Майя? Да, видно. Да, который нам позволит, значит, сильно удлинить, сильно удлинить время работы, эффективной работы нашей солнечной панели. Вот, например, мы сейчас перейдем сюда, на этот сайт. Это вот будет одна из практических работ, которые мы запланировали провести, чтобы наглядно показать, что солнечная панель, установленная на такой поворотный механизм, который отслеживает источник света и за ним поворачивается, даст, ну, как в этом видео прозвучало, там, в пять раз больше энергии за день. Но хотя, даже если это позволит нам повысить на выходе количество собираемой энергии от солнца, там, хотя бы в половину, да, там, на 50%, потом, может быть, и 100%, то это уже будет большой успех. Вот, вот такую панель мы планируем собрать на Кильполе и, соответственно, провести измерения. Мы сравним то, сколько панель, которая стационарно установлена, собирается, да, электроэнергии сзади, без тем, сколько собирается энергии от панели, которая поворачивается за солнцем в разное время в течение дня. И так станет понятнее, насколько вообще целесообразно такие установки применять. Они же тоже, как бы, потребляют какую-то энергию, да, чтобы поворачиваться, поворачивать эту большую панель. И, опять же, они должны быть масштабируемы. Вот. Ну, в общем, это один из способов как-то, так сказать, совершенствования самого механизма применения солнечных панелей. Вот. Это вот первая практическая работа, которую мы запланировали на Кильполе. Дальше вторая практическая работа, которую мы запланировали, мы просто будем ходить. Мы возьмем анимометр, да, это такое устройство, которое измеряет силу ветра в разных локациях острова, и сможем замерить этот ветер. То есть, опираясь не на данные, которые кто-то когда-то написал в интернете, и теперь мы, как бы, им должны слепо верить. Мы же с вами прекрасно понимаем, что климат меняется, и происходит это действительно стремительно. То есть, мы даже можем с вами на примере того, какое лето у нас сейчас в России, какая была зима, проследить, что природные явления становятся более контрастными, ветер становится более контрастным, солнце меняется с непогодой тоже значительно более контрастно. Соответственно, мы возьмем приборы, измеряющие скорость ветра, и походим по разным локациям острова в разное время суток, какое-нибудь дежурство там установим, и будем отслеживать. То есть, мы разберемся, где у нас на острове ветра больше всего, где он сильнее всего, и чтобы быть уже как бы в предмете, и чтобы эту информацию мы могли применять для дальнейшего нашего, в общем, проектирования. Вот. Ну, мы с вами прошлись по первым этапам нашего проектного цикла. Надо сказать, что мы большие молодцы. Те команды, которые сегодня представили свои проекты, видно, что действительно, ребят, вы, и судя по тем вопросам, которые вы задаете, вы действительно увлеклись, действительно вам это интересно, вы стараетесь. Все, что от меня нужно, пожалуйста, пишите и говорите мне об этом. Мы сейчас с вами как раз переходим примерно от этапа планирования, точнее, как от этапа цели, гипотезы, задачи, к этапу уже более-менее детального планирования проекта. Вот. Здесь я считаю, что было бы полезным. Андрей, да, пожалуйста, хотели что-то сказать. Здравствуйте. А можно один вопрос? Да, конечно. А на кого земля оформлена? На острове. Ну, на острове. Я так понимаю, что, так как это национальный парк, она оформлена, это государственная земля, она взята в аренду. Спасибо, просто нужно это было для авиатрогенераторов. Понятно, да. Ну, понятно, что у нас любые эксперименты, да, с вопросами производства энергии от альтернативных, тем более, источников, они как бы пока что, так сказать, ну, требуют всегда какой-то индивидуальной проработки, в зависимости от места, в зависимости от тех властей, которые как бы имеют в управлении нашу землю, нашу недвижимость, вот. То есть в городе просто так мы не можем поставить внутренний генератор на крыше дома и сказать, вот, давайте все от меня питайтесь. И здесь точно так же, но, тем не менее, мы же заявляем, что мы образовательный центр, и у нас там находится образовательный центр, и находится ретрит-центр. То есть проблем с тем, чтобы устанавливать наши источники энергообеспечения, у нас на острове не ласнет. Об этом можете не переживать. Вот, спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Да, и, значит, вот эту диаграммку я считаю, что вам очень полезно видеть и иметь. Она у нас останется в общем доступе. Если нужно будет ссылку, мы скинем. То есть сейчас мы от гипотезы потихоньку начинаем переходить к планированию проекта. Да, у нас будет одной из важных задач, на мой взгляд, в наших презентациях добавить такой элемент, как диаграмма, так называемый сетевой график планирования. То есть, например, мы говорим, что для того, чтобы запустить биогаз, это нужно 3-4-5 дней. Пока это происходит, мы налаживаем инфраструктуру. Мы там строим, ну, допустим, строим нашу печку, имеется в виду нашу плитку, да, там все налаживаем, отстраиваем. Либо мы ставим какой-то фонарь, действительно, который работает от этого биогаза. То есть, чтобы такой сетевой график планирования, выполнения работ, тоже мы сразу закладывали, чтобы мы понимали, что какие-то работы, они требуют как бы времени сами по себе, такие как запуск биореактора, да, какие-то работы, пока это происходит, мы успеваем сделать вот во времени. И в тот момент, когда уже у нас первый газ пошел, мы уже готовы его применять, эксплуатировать. То есть, вот сетевой график, такое планирование, диаграмма Ганта, она называется, ну, это просто, это просто такой график, из которого мы сразу можем, на котором мы наносим, давайте наберем это. Да, это примерно вот так выглядит. То есть, мы пишем, что, да, например, у нас есть, наглядно, например, да, у нас есть, там, вот сейчас, там, допустим, разработка презентации, разработка проекта, разработка, ну, проведение расчетов. Дальше, допустим, переход к проектной части, точнее, переход к части реализации проекта, запуск биогаз-установки и параллельно подготовка инфраструктуры. То есть, такой график, на который мы сами удобно можем опираясь, сказать, что мы примерно, мы действительно понимаем, что вот у нас есть две недели, да, на то, чтобы реализовать наш проект, и мы этот проект успеем за это время реализовать. Полезная такая вещь, такая диаграмма. И дальше еще такой момент, очень полезная вещь, когда мы, для того, чтобы все успевать, для того, чтобы наша экспедиция и конкретная часть уже практическая проходила максимально эффективно, очень хорошо понимать, кто в команде за какие роли отвечает. Вот, чтобы между командами у нас тоже происходил, как сказать, ну, помимо здоровой конкуренции, которая есть сейчас, да, происходил еще обмен компетенциями. На данном этапе вы сами решаете, общаться вам между командами или нет. А на этапе, так сказать, реализации наших проектов это очень важный такой навык, чтобы мы, каждый, обладая своей компетенцией, не стеснялись, делились своими знаниями, да, там, не насмеивались друг над другом, а наоборот, старались увидеть друг в друге потенциал, его поддержать и друг друга поддерживать, как между командами, так и вот на личностном уровне. Очень, на мой взгляд, важный такой момент из опыта. Вот, поэтому, видите, я рассказал, да, сегодня про, сейчас про, значит, наши способы повышения эффективности от работы с теми или иными системами, про то, что, ну, да, дал общие, значит, рекомендации вводные по нашим, по тем презентациям, тем проектам, которые вы уже дали. Предлагаю сейчас тогда уйти на перерыв, да, чтобы мы сейчас перервемся на обед, после этого еще подробнее поговорим про обратную связь, про то, быть может, какие-то у вас сейчас, сейчас еще будут вопросы в процессе доработки, еще проведем, посмотрим, если получится у вас уже успеть, например, там, за следующий час после нашего перерыва какие-то доработки внести в свои проекты, быть может, у вас возникнут вопросы, вживую об этом пообщаемся и поговорим еще немножко про экономику проектов, вот, и на этом будем тогда заканчивать, получим, в общем, следующие вводные к доработке проектов на следующий этап и на этом будет уже тогда на сегодня все. Так что сейчас я предлагаю перерыв на обед у нас, на час, давайте прервемся. Все здесь? Да, здесь. Да, да. Супер. Так, ну что, готовы продолжать? Мы с вами проговорили основные моменты, связанные с совершенствованием, да, технологии применения возобновляемых источников энергии. Вот, хотелось бы сейчас это закрепить и дать вам некоторые рекомендации по работе с биогаз-системами, потому что действительно подход у всех свой, существуют методики, да, основанные на химическом расчете. Это вот та методика, которую как раз команда другие люди используют, по которой задают вопросы. Абсолютно верная методика. Ну, главное здесь понимать, что мир, в котором мы живем, он несовершенен, да, и что реальная система, она отличается от идеальной, которую мы себе представляем, поэтому нам нужно закладывать такое явление, как энтропия. Вот. Ну, кто-нибудь может в двух словах объяснить, что такое энтропия? Это вроде как мера хаоса, и она в любой незамкнутой системе неограниченно растет. Так она, что самое интересное, и в замкнутой системе тоже постоянно возрастает. Возрастает. Не возрастает в замкнутой системе при подаче энергии извне, например, на Земле, с Солнцем, со временем жизни. Энтропия, по сути, не существует. Да, все верно. То есть, термодинамическая энтропия, точнее, термодинамическая равновесие, это как раз-таки и есть определение энтропии. То есть, получается так, что когда система пришла в равновесие, в этот момент энтропия достигла своего максимума, и больше не возрастает. Как только система вышла из равновесия, как бы энтропия стремится тоже догнать систему и, соответственно, нам нужно ее учитывать. Вот. То есть, ну, чтобы было, наверное, понятнее, еще так, для всех, то есть, те параметры по коэффициенту полезного действия наших систем, которыми мы, которые мы рассматриваем, да, как раз-таки в себя включают и вот это такое явление энтропии. То есть, это как бы такая мера рассеивания энергии при переводе его из одной формы в другую. То есть, это не энергия, да, которую мы могли бы перевести в полезную работу. Это именно мера рассеивания энергии. получается та энергия, которая ушла и все, и не вернулась, рассеялась. Мера, как бы, несовершенство, несовершенство, да, мира, в котором мы живем, так скажем, вот так простыми словами. Вот. Ну, почему я об этом сейчас рассказываю? Потому что, ну, нужно понимать, да, что реальные условия всегда отличаются от наших там проектов. И этого бояться не нужно. действительно будет уже большим прорывом, да, там, и большой победой, если мы просто построим биогаз-систему и сможем там что-то пожарить на нашем биогазе уже там на Кельпале вот за те две недели, которые у нас на экспедицию будут отведены. Вот. То есть, нужно понимать, да, что даже, как бы мы там тщательно не рассчитывали наши системы, что мы не сможем на выходе иметь тот объем энергии, чаще всего, ну, на который мы как бы хотели бы рассчитывать, да, и там, ну, порядка 30% можно смело закладывать энтропию, особенно, если мы говорим про такие системы, где есть переход там из микроуровня в макроуровень, да, из одного вида молекул в процессе формирования биогаза в другой вид, вот, поэтому, да, такие вещи, на такие вещи можно смело закладывать вот такую значительную погрешность. Вот. Дальше, да, вообще, в принципе, по проекту вот от других людей хотелось, да, вот еще просто предложить в качестве обратной связи то, что давайте попробуем заложить, да, ну, как бы так уйти от вот этого решения, как бы, биогаз-генератора к решению, то есть электрогенератора, к решению, как бы, использования газа напрямую, например, вот для освещения, да, там, нашего места. Попробуйте сделать такой предварительный расчет, вот, и попробуйте в своем расчете, это тоже в расчете объема газа, который, вы представляете, будет произведен, ну, заложить вот энтропию тоже. Давайте я сделаю сейчас демонстрацию экрана, хочу показать, что у нас, что у нас здесь есть. Мы поговорили немножко с вами про стадии проектирования, и возникает много, на самом деле, вопросов по поводу того, как же нам закладывать вот в действительности тот объем газа, который мы потенциально хотим, чтобы у нас получился. И для того, чтобы нам, как бы, здесь, как сказать, двигаться максимально приближенно, да, к реальности, рассчитывать максимально приближенно к реальности, я считаю, что очень правильно было бы, если бы мы все опирались примерно на одинаковые источники информации. Так обычно делается, ну, в большинстве расчетов, которые мы в реальном мире производим, вот, например, расчеты объема произведенного водорода, да, из электролизера, который подключен к ветрогенератору. Мы, для того, чтобы рассчитать эти объемы, чаще всего мы просто зайдем на, мы возьмем техническую документацию от самого электролизера и посмотрим в этой технической документации, сколько они говорят, сколько они как бы указывают проектное, да, проектный объем производимого водорода. Как они это делают? Они сами проводят лабораторные испытания, они видят, что на такой объем воды будет такое-то производство водорода. И мы эти расчеты закладываем в экономику проекта. И, то есть, нам не нужно каждый раз за каждого производителя отдельного, да, его оборудования делать этот расчет. Этот расчет делают те, кто занимается производством этого оборудования непосредственно. Вот. Поэтому я для вас подготовил такой интересный методический материал. Видно, да, сейчас экран мой? Видно. Это, значит, магистрская диссертация, которая рассказывает нам про биогазовые технологии в климатических условиях Красноярского края. То есть, условия такие, в которых приближены на самом деле к условиям на Кельполе, потому что это тоже, при этом это Сибирь, но тем не менее это вот северный такой регион с северным климатом, частично схожим с тем, что мы имеем на Кельпы. В этой магистрской диссертации я предлагаю вам пользоваться этим источником. Здесь приведены важные такие интересные справочные материалы. Помимо всего прочего, здесь они рассказывают про то, какие уже были установки сделаны, как на них можно опираться. Вот рассказано подробнее про фазы процесса брожения. То есть, это изначально гидролиз, дальше кислотные бактерии, образование уксусной кислоты, образование метана. Фаза процесса брожения. Полезный материал. Дальше мы смотрим в процессе гидролиза, что у нас формируется, дальше что у нас происходит в процессе окисления. Кстати, кто-то может сказать, что значит анаэробный процесс? Без кислорода. Я сдал, что по кислороду. Правильно, молодцы. И здесь есть такой интересный график, из которого мы так хорошо видим, что действительно, как температура и время влияют на объемы производимого биогаза. То есть, глядя на такой справочный материал, мы можем на него опираться. Вот количество, время, дней, процесс соображения действительно тоже корректно прозвучало, что биогаз это такая установка, которую нельзя запустить на две недели, потом остановить реактор и заново выпускать. Это очень большие потери по времени. И чем дольше работает сам себе реактор, тем более приближен будет выход биогаза к расчету. Предлагаю всем пользоваться таким справочным материалом, очень полезно. Здесь мы видим, что при 50 градусах Цельсия объем производимого метана по отношению к всему производимому биогазу вот он таков. При 30 градусах он таков в миллилитрах на литр. вот здесь очень хорошие графики приведены влияние температуры брожения на время брожения. Насколько я понимаю, многие из вас действительно делают ставку на биогаз и это очень похвально. Это действительно технология, на которую можно опираться и нужно опираться в условиях кильповая. Очень рад, что все это нащупали и эту технологию так или иначе стараются развить. дальше. Здесь дальше приведены очень интересные справочные значения. Здесь мы видим, в зависимости от того, какой у нас изначальный источник органической массы, мы получаем в зависимости от этого объем выход биогаза на единицу именно массы сухого органического вещества. Это нужно понимать, что чаще всего, например, если речь идет про сбор органики от каких-то пастбищ или наших ферм, то там сбор происходит в автоматическом режиме, водой смывается вся эта органика, дальше либо проходит следующий этап подготовки на вход в биореактор, либо обрабатывается там мешалками, все это дело по фракциям разлагается, дальше пропускается и пускается в реактор. Здесь очень полезна справочная информация. Нам в наших расчетах сейчас достаточно будет понимать тот материал, на который мы можем опереться в этих расчетах, и вот подобного рода справочную информацию, чтобы понимать, какой объем биогаза будет произведен. И дальше уже понимать, какая там дальше уже понимать, какие химические и термодинамические свойства, там удельная теплота сгорания нашего газа, его там объема, либо веса. И в общем в наших расчетах это очень полезно опираться вот на такие справочные материалы. здесь ну если кому-то действительно это важно сейчас для подготовки проектов, я прям предлагаю взять весь вот этот всю эту диссертацию и ее прочесать на предмет того, из каких элементов состоит система, на предмет того, какой выход может быть из этой системы и какие технологии дальнейшие удобные и отработанные существуют для применения биогаза. различные конструкции ферментаторов у нас существуют. Дальше классификация по мощности соответственно реакторов. Тоже очень полезная информация здесь. Вот хорошая информация по поводу того она какой будет у нас выход биогаза в зависимости от того какой технологии мы пользуемся. То есть допустим пользуемся перемешиваем мы его у нас выход один не перемешиваем выход другой опять же можно на это полагаться в своих расчетах. Вот если какие-то вопросы возникают задавайте их по ходу. Дальше мы переходим здесь к расчету как раз таки наших так сказать показателей по производительности по объему выхода газа не требуется от вас использование именно конкретно всех этих расчетов но просто для того чтобы вы в общем понимали что например энергетический объект установки он как бы зависит от теплоты расчетной и теплоты здесь вот у нас это есть и теплоты которую мы получаем то есть эффективность тоже было бы полезно представлять себе то есть эффективность работы в реальности биогаз установки вот очень полезный в общем такой справочный материал предлагаю всем с ним ознакомиться почитать посмотреть и возможно будет скорее всего не то что возможно а скорее всего будет очень полезным применение такого таких вот данных которые нам здесь даны опять же данные характеристики по изоляции нашего нашего биогаз реактора то есть мы можем посмотреть как работает какой выход туда какая продуктивность у нас у биогаз реактора в зависимости от того делаем мы его действительно изолируем мы его температуру либо нет вот это такой полезный тоже момент ссылку на эту диссертацию я оставлю в презентации про короткая у нас такая справочная презентация сегодняшний день здесь 4 слайд здесь вот ссылка магистрская диссертация биогазовой технологии условий климата сибири да и вот здесь какие-то выдержки отдельные есть по справочному материалу дальше я покажу вам как выглядит примерно расчет системы которого должно быть достаточно для того чтобы представить себе экономику нашего проекта минутку до пандемии я занимался проектом проектом строительства водородной заправочной станции в Москве и такой проект которого были инвесторы поначалу но случилась пандемия и все резко менялось сегодня мы знаем что в нашей стране уже сформирована стратегия по энергетическому развитию до 35 года в котором производство зеленого водорода является одной из ключевых ключевых статей стратегии по энергетическому развитию в дальнейшем наша задача была понять какие потребители водорода у нас могут быть и как мы можем его производить мы вот например что сделали мы пошли в ближайшую страну в которой условия похожи к тем которые есть у нас в Москве и узнали что в Латвии в Риге есть уже такой цех по производству точнее троллейбусный парк прямо в троллейбусном парке установлена система по производству водорода из воды прямо на территории троллейбусного парка наша задача была посчитать экономику и мы представили себе точнее мы просто поинтересовались сколько стоит один килограмм водорода именно удельный вес имеется ввиду не объемная его характеристика а именно характеристика по массе значит один килограмм потому что именно так рассчитывается дальность пробега водородного транспорта машин автобусов сколько килограмм у них заправляется и мы выяснили что варьируется эта стоимость в зависимости от сезона видимо таких-то еще параметров примерно составляет 6-7 евро да и бывают разные источники производства водорода водородного топлива делают из воды его делают из природного газа и вот мы рассматривали по стоимости разные такие варианты то есть мы закладывали изначально стоимость исходного сырья если она так сказать существенна в нашем в нашем случае с производством биогаза у нас сырье бесплатно потому что это отходы и рассчитываем ну дальше рассчитывали примерно экономику проекта здесь у нас немножко более такая глобальная сама по себе система рассчитываем мы смотрели по поводу техники безопасности тоже важный момент учитывать работу если мы говорим про какие-то взрывоопасные смеси то нужно понимать где установлен наш реактор что внутри помещения он установлен быть не может либо это должно быть вентилируемое помещение оборудованное датчиками слежения за концентрацией газа датчики утечки газа которые должны срабатывать в нужный момент вот очень важный такой момент что в доме конечно было бы здорово поставить биогаз установку где-то в предбаннике но это не безопасно поэтому мы такого предложения сделать не можем но какую-то постройку под биогаз реактор мы можем запланировать опять же оборудовав ее желательно системами освежения с концентрацией газа вот таким образом для подобного рода расчета будет достаточно понимать какой объем биогаза мы имеем на выходе какое давление этого газа нам нужно для работы системы если есть там какие-то промежуточная компрессорная станция то есть какие-то насосы они тоже потребляют электроэнергию но так скажем что эта электроэнергия может быть как раз таки обеспечена за счет применения например ветренового генератора или солнечной панели то есть от аккумулятора запитана работа компрессорной вспомогательной станции внутри нашей биогаз системы мы понимаем какое давление у нас на выходе рабочее давление которое нам нужно понимаем какой будет расход соответственно нашего газа вот то есть это такая общая методика для того чтобы мы в итоге пришли к пониманию того сколько мы имеем газа на выходе сколько мы затратили энергии на производство этого газа дальше можем посчитать примерно общую экономику нашего проекта то есть мы поймем какой объем тепловой энергии мы способны произвести и какой объем таким образом энергии требуем мы сможем удовлетворить то есть сможем ли мы на 100% перевести на биогаз например котельную у дома сколько нужно для этого биогаза то есть исходить я предлагаю именно из таких параметров как энергия требуемая на выходе мы знаем что это примерно 3,5 4 киловатта даже я думаю можно закладывать 5 киловатт в форме электроэнергии который в форме тепловой энергии который нужен для обеспечения дома вот в потребностях потребностях тепла и из этого исходим из этого мы рассчитываем то какой получается объем биомассы объем органики нам нужен для того чтобы его заправить в наш реактор возвращаясь к нашей схеме мы можем понять то есть мы понимаем что объем газа объем именно метана он ниже чем объем получается общего производимого газа в зависимости от условий работы реактора дальше мы понимаем теплоемкость этого нашего метана который мы непосредственно сжигаем дальше мы понимаем какой объем энергии нам нужно обеспечить и мы понимаем какой примерно объем газа нам нужен на вот но это вот такой приблизительный подход к расчету каждый может сделать этот расчет меру своей пытливости достаточно будет общего общей прикидки что вот вы понимаете что во-первых есть такое появление как энтропия во-вторых есть такое явление как теплотворная способность метана есть такое явление как потребность дома объеме определенном объеме тепловой энергии и срастить одно с другим с учетом того что условия в которых это все происходит несовершенны что требуется дополнительные ресурсы на то чтобы обеспечить все условия для протекания реакции и для улучшения этих условий и вот такого рода расчет его будет более чем достаточно на данном этапе вот соответственно дальше в идеале хорошо бы рассчитать примерно опять же опираясь на вот эту нашу диссертацию на любые открытые источники которыми вы пользуетесь составить график примерно реализации проектов вот и как бы в таком формате да показать его уже нашим местным жителям нашей команде которая увидит что это уже проработанные приближенные к реальности проекты которые которые можно допускать на реализацию вот я думаю что мы с проектами на самом деле будем поступать так мы посмотрим степень проработанности каждой отдельной технологии которую мы успеем достигнуть и знаете да вот в Москве все бывали кстати из участников сегодняшнего модуля крыльевья был были здесь в Москве у нас есть такое место называется парк зарядье это рядом с Кремлем такая площадь большая которая долгое время была закрыта на стройку и ничего там не происходило просто была обнесена забором прямо вот напротив Кремля и вот с приходом новой мэрии нового такого как сказать порядка к нам в город был запущен конкурс организован конкурс на проектное решение и архитектурное бюро там со всего мира предлагали свое проектное решение чтобы сделать а там такая историческая часть там палаты сохранились там такая интересная холмистая местность в общем среди прочих вот люди из по-моему натур продукт да называется вот эта пермакультурная группа которая нас обеспечивает тоже там экспертами и компетенцией ну участники пермакультурной этой группы они участвовали в этом проекте сколько я знаю в общем был объявлен конкурс и три лучших команды три лучших проекта решения из этих трех лучших проектов были как бы скомбинированы между собой соединены и они были реализованы и вот у нас появился такой парк зарядки там вот такая пермакультурная применена технология значит где эти гряды террасы много всяких разных деревьев плюс частично некоторые дома за счет солнечных панелей обеспечиваются энергией но естественно не полностью ну вот поэтому нам здесь ничто не мешает точно так же поступить объединить лучшие решения которые у вас получатся и скомбинировать их и заложить это все на реализацию во время нашей экспедиции вот а это если сейчас вот так так скажем общие вводные да по тому как дорабатывать дальше свои проекты чтобы мы вышли на этап реализации и получения продукта какие-то есть сейчас вопросы быть может какие-то вопросы возникали еще в процессе в процессе нашего так скажем сейчас секунду в процессе нашего общения часто появляетесь в ВК нет не очень часто я сейчас стараюсь пользоваться теми средствами где у нас общие команды вы писали в ВК да 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 просто у вас там не было вчерашнего дня хорошо да в ВК заглянул принял договорились ну сейчас я вижу что и в Дискорде просто пишите на все средства просто не хватает да там сразу но я загляну обязательно вот этот кейс который я показал про водородную заправку оставить его тоже прислать для общего пользования если что-то хорошо хорошо вот давайте вот так значит это наш кейс я кстати здесь ошибся я сказал что там производят водород из воды это мы планируем производить водород из воды здесь в Москве там производят его из природного газа так называемый способ паровой конверсии и действительно в Риге у них ездят троллейбусы с увеличенным интервалом автономного хода так же как и во всех крупных других городах у них поснимали линии передач вот эти троллейбусные линии в центре города чтобы очистить небо и на этих промежутках где раньше были эти линии теперь троллейбусы переходят на автономный ход и едут на водороде доезжают там до следующей следующего места где можно вернуться на линию и там возвращаются вот так что Рижане молодцы они сильно опережают на самом деле весь остальное все остальное постсоветское пространство так скажем вот своих такой смелости применения этих технологий вот такой автобус на водороде очень смелые и достойные у них решения вот поэтому да еще бы хотелось увидеть конечно побольше смелых решений в плане именно того какими потребителями какие потребители мы обеспечим энергией ну например вот мы соберемся на поляне на экспедицию а по результату экспедиции это может быть какой-то концерт может быть какой-то фестиваль мы можем подумать про то какой дополнительный объем энергии для этого может потребоваться для проведения каких-то общих мероприятий дальше мы можем подумать про то что вот я говорил про модульность наших решений точнее даже можно сказать модульность и мобильность имеется ввиду что решение для одного хутора оно в идеале может собой представлять такое решение которое дальше точно так же реализуемо и на соседних хуторах а дальше и масштабируемо на на весь остров например ну вот и нам ничто не мешает продумать например какую-то ну такую стратегию для развития через 50 лет через 100 лет который остров Кейпола станет одним из научных центров сейчас дам такие вводные по которым на самом деле вам тоже возможно будет интересно ориентироваться ну вот представьте что остров Кейпола это место пригодное для такого проведения экспедиции ну так скажем с июля с июня по август а куда деваться этим всем экспедициям и всей этой образовательной ну так скажем компании во все остальное время года почему нам не организовать подобного рода центры вдоль так скажем в каждом климатическом поясе чтобы например зимой можно было где-то в Крыму или в Краснодарском крае иметь такие центры весной осенью это умеренный пояс это черноземье умеренный пояс а летом когда тепло на севере вот Кейпола например по-моему это очень хорошее видение в котором мы можем опять же продумывать мы в котором мы просто обязаны продумывать как организовывать между собой как организовывать взаимосвязь таких центров между собой например чтобы мы могли на альтернативных источниках энергии добраться из одного места в другое могли бы обмениваться продуктами произведенными во всех этих местах в разных локациях что говорить про обмен опыта ремесел и прочего то есть любое видение такое которое вы можете применить открывайте фантазию применяйте это на самом деле тоже не возбраняется а очень даже приветствуется вот есть от команд еще какие-то вопросы может быть на которые мы не успели ответить будет запись да запись обязательно будет конечно запись обязательно будет плюс записи будет весь этот материал который мы сегодня проговорили и по ну по мере возможностей да там человеческих все что я сегодня проговорил в качестве да пожеланий к домашним заданиям и те заметки пометки которые я сделал во время ваших презентаций я тоже перевожу в текстовый формат вы получите к ним доступ вот и наши пожелания которые прозвучали в плане доработки уже имеющихся презентации опять же да мы делаем так сказать скидку на то что одно дело то что вы успели оформить уже да как то визуально другое дело то что вы сейчас рассчитываете то что вы запланировали мы все понимаем мы никуда вас так сказать не заставляем круглые сутки сидеть и да только этим заниматься вот но тем не менее время у нас потихоньку подходит к тому чтобы вывести наши проекты к проектным решениям и я так понимаю я так понимаю что сейчас посмотрим тайминг наш значит 6 числа мы встречаемся в следующий раз да 7 мы пробежимся посмотрим ваши презентации еще и какие-то возможно понадобятся еще там консультации срочные возможно доработки изменения так чтобы 9 мы уже вышли на защиту проектов вот и я предлагаю сегодня да сейчас прям напрямую вопрос сейчас каких-то еще нету наверное можем закругляться да вот если какие-то предложения либо вопросы с удовольствием рассмотрю а так давайте лучше поскорее вам пришлю текстом то что мы сегодня проговорили плюс запись ну и плюс те звучания которые возникли и предложения подработки которые уже сформулировались по каждым вашим отдельным командам хотелось бы конечно услышать другие команды которые сегодня еще свои проекты не презентовали очень хотелось но так как мы их не слышим ну вот мы чуть-чуть пораньше заканчиваем и это нормально надеюсь всем интересно сегодня было эти вводные все покажутся полезными очень надеюсь и надеюсь что всем будет всем только интереснее стала та самая часть экспедиционная которая запланирована с конструированием вот этой платформы как бы поворотной для солнечных панелей с задачами прикладного характера запустить биогаз-установку которая там за две недели можно только успеть начать давать первые плоды а через месяц когда уже мы оттуда все разъедемся ребята уже будут греться то что мы после себя оставим вот так что да давайте тогда на этом на сегодня все всем хорошего продолжения дня контакт заглянул и какие-либо вопросы пишите там дискорд телеграм либо либо в контакте и будем с вами на связи до свидания до свидания да спасибо вам большое ребята на связи до свидания до свидания до свидания что для